Сегодня мы хотим вас познакомить с некоторыми новыми записями, появившимися в нашей фонопеке в последнее время. Я не могу, у нас культурное шоу, я не могу с материцей ругаться. Мы толерантные здесь люди. Так в городе и без комаров этих хватает. Согласен, согласен. Каждый второй. Каждый второй, да. А то и чаще уже встречаются. Сейчас буквально шел по центру города. Жара, конечно, страшнее. Ты хоть цветы выноси. Поздравляю вас. Сегодня у меня машина стояла на солнце, потом я в тюнику переставил, конечно. Сработаешь, думаю, что-то это. Что-то как-то уже прям печет. Как говорится, куя печет. Сел в танчик, посмотрю, там показывают плюс 37 на солнце. Я такой, нафиг, пошел в тюнек переставлю. Переставлю в тюнек, смотрю, 34 встал, думаю, ну уже полегче. Дневные температуры 30-34, вечерние, ну, сейчас 23, время второй час, ну, первый час ночи. Да, я вышел вечером прогуляться. Время было 10 часов вечера, было плюс 28. То есть ты идешь по улице, а даже ветерка нету. То есть я вот вышел в футболке там, да, в таких легких штанишках. Я пока прошелся там чуть-чуть по райончику, условно. Я вспотел вообще весь к черту матери. Причем, то есть, ну, я шел очень медленно на прогулочке. Слишком, мне кажется, это очень слишком. Да это жопа вообще, если честно. Спокойно, конечно. Нет, я люблю... На районе-то спокойно все. Все хорошо вообще. Все, все хорошо. Меня чуть велосипедист не сбил. Я вспомнил старый мем. Когда едешь за рулем автомобиля, велосипедисты уроды. Когда едешь на велосипеде, автомобилисты уроды. Когда едешь пешком, все уроды. Вот как-то так же и здесь, судя по всему. А это был, возможно, один из этих вот как раз. Педагогов, вот этих вот нехороших людей. Да, 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 да. Поэтому вот. Не зря, понимаешь, все сходится. Не зря с них начали. Все сходится, все сходится. Но комары и прочий гнус одолевает, конечно. Отвратительно. Хочется с ним как-то бороться. Отвратительно, просто отвратительно, да. Ходим все хорошо не пчелами покусаны, понимаешь? А то бы вот такие выходили. Просто ты выходишь вечером из дома. На улице прекраснейший теплый вечер. И тебе хочется просто пройти прогуляться, не знаю, там. Взять там чаечек, там, водички с собой, какого-нибудь прохладника. Идешь, ну, прям кайфуешь. Все красиво, в центре там все светится, народ тусит. Идешь, вокруг тебя тут просто рой летает. Это вот гнусы какого-то, такой думаешь, да, блин. А можно просто спокойно погуляю? Ну, как так-то вообще? Чего мне жизнь-то портите? Вот. Вот такие вот у нас, короче, пироги. Что интересного произошло с вами за эти две бесконечно длинных недели, в которые мы не виделись-то, собственно говоря? Две недели прошло, да? Получается, да. А мы когда записывались? Недели две назад. Ну, логично. 12-го числа, в День России. Мне кажется, мы до него записывались. По-моему, это было, видимо, 11-е, наверное. Да, да, да. Выходной день, я на работе сижу. Ну, классика. Классика, абсолютно, да. Все нормально. И думаю, блин, а вот я дожил до 36 лет, почти уже 37. И у меня как-то никогда не было, ну, нет, никогда нельзя говорить никогда, у меня давно не было своего велосипеда. То есть, понятно, что мне в детстве покупали, но я в взрослой жизни себе велосипеда, у меня личного нет уже очень давно. Ну, то есть, вот это, я почему раньше такой вредный был? Да, злой. Потому что у меня велосипед без седла. Потому что у меня седла на велосипеде. Да, 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 именно. Вот. То есть, ты сейчас хочешь что сказать? Я, короче, выехал с работы, думаю, блин, ну, погода вроде прикольная. Думаю, заеду в магаз. Заеду в магаз, думаю, посмотрю, вообще в велики. Что вообще, ничего интересного есть? Вообще прокачусь. Ну, хотя бы вообще, ну, просто вообще, оно мне надо или нет? Хочу это или нет? Заехал в магаз, такой, что-то походил. Говорю, ну, вот, там, парень какой-то выловил, говорю, слушаю, интересно, вот это и вот это? Он говорит, ну, это, говорит, вообще в броне стоит, говорит, но разницы, говорит, никакой нету глобальной, говорит, ну, как бы, ну, бренды, да, бренды, типа, хотите, может, переплатить. Короче, в общем, велик я по итогу купился, конечно же. Вот. Стоит сейчас красиво в гараже. Блестит такой весь черненький. Хотел себе белый велик взять. Надо было добавить, так ни разу и не ездил. Просто так. Так я так ни разу и не ездил. Я за две недели не проехал вообще ни километра, просто ни метра не проехал. Потому что у меня сначала тут у нас шли дожди адские, и, как бы, ну, просто кататься не было возможности. А сейчас стоит жара. И, то есть, ну, в жару кататься на велосипеде, ну, как бы, сами понимаете, вообще удовольствие, ну, мягко говоря, так себе. В общем, да, короче, я стал владельцем велосипеда. Надеюсь, сейчас эта жара чуть-чуть сприлет. Да, спасибо большое. Какое-то такое, знаешь, прям приятное ощущение. Я себе в взрослой жизни купил велосипед вообще дожили. Ну, это, это, я считаю, что это... Ну, вы приближаетесь к кризису среднего возраста. Ну, да. Просто у меня на мотоцикл, как бы, денег нету, а велосипед уже может себе позволить, да. Хотя бы как-то плюс-минус. Ну, там, глядишь, и займетесь серьезными вещами какими-то. Будете крутить педали, что называется. Марки собирать начну. Это не туда. Значки. Это не туда, да? Нет, просто, ну, как бы, если кризис пенсионного возраста приближается, то, как бы, ну, что делать-то? Буду вставать, вставать с утра, садиться в автобус с тележкой и ехать в сторону Сабеса ближайшего. Сабес, 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 да. Главное слово, которое мы не должны забывать. Ни в коем случае. По поводу велосипедистов, что ты стал рассказывать, я вспомнил, что недавно смотрел фильм, он про девушку, которая... Он, типа, на реальных событиях. Поехавшая. Да, да. Шикарнейшее кино, прям. Мне понравилось тоже, да. Легкое, прикольное кино. Не супер-супер, да, но легко посмотреть. Есть хороший юмор периодически. И такое, ну, посмотреть интересно. Добрый, хороший фильм, на самом деле. При том, что это на реальных событиях. Да, да. Я потом тоже после просмотра фильма, думаю, блин, а полез вообще историю-то, почитаю, собственно говоря, чё? И наткнулся, собственно, на прообраз девушки по фильму. И, то есть, нашёл девушку оригинальную. И да, они с мужем реально там маньячат, куда-то ездят, там, на машине, на велосипедах. Ну, там, люди прям повёрнут. Слушай, блин, если честно, я им завидую. Люди сделали путешествие своей вот работой, условно говоря. То есть, ну, вот там чё, вот мы вот работаем теперь. Вот так вот. Ну, каждому своё я бы, наверное, так не смог вот это вот. Ну, это не очень моё, именно, знаешь, жить в палатках, кормить комаров. Не, ну, это ты зря. Ты зря, конечно. Палатка, это прекрасно, конечно. Я вот собираюсь через две недельки поехать. Да я понимаю, но поставил палатку на берегу водохранилища. Рассветик встретил, закатик встретил. Сидишь в шезлонге, прям смотришь на все эти пейзажи красивые. У нас просто, куда мы ездим всегда с палатками, у нас там лес хвойный, и там нет комаров. И поэтому у тебя, ты сидишь такой, о, всё, кайф, всё, хорошо, не надо ни там репеллентами обливаться, вот этим всем. Поэтому, как бы, ну, его зря такая. Мне кажется, вам стоит просто попробовать хорошенечку эту романтику. Не-не-не-не-не-не-не-не, с меня хватает. Максимум, чего я смог достичь, это эпизодических поездок на рыбалку одним днём туда-обратно, всё. Пускай это будет мой поход, моя природа, и она мне тоже нравится, но вот это вот... И как у вас там, клюёт вообще хоть, нет? Бывает, бывает, бывает. Неплохо. Когда, по-моему, с рыбалки-то были? В прошлом году. Когда, собственно, закрывали, как это называется-то, ну, в общем, когда на моторах ходить нельзя, вот мы были буквально в последний день. Ага, всё, понял. И с тех пор как-то вот не получилось, наверное, поедем на этой неделе. Планировали на прошлой, но как-то вот не срослось. Да, знаешь, хочется немножко... Как у вас погода-то вообще, кстати говоря? Да нормально, хорошо. Но я говорю, что дождей практически нет. Периодически, конечно, они накрапывают, иначе бы мы жили в каком-то другом месте. Но вот на ближайшую неделю вперёд расписано, что их не должно быть. И, собственно говоря, казалось бы, лето. Но это вот такое вот лето, которое зелёное, знаешь, как это вот в России вот эти зимы постоянные. Вот та, которая зелёная, она ещё ничего, а белая — это вообще ужас. Вот у нас сейчас зелёная зима, мне кажется, потому что вечером очень холодно. Ну, как-то некомфортно, короче. Я хочу чуть-чуть потеплее. То есть адской жары не надо, хотя я люблю адскую жару, но то бы недолго, знаешь. Адская жара позволяет тебе привольничать и, собственно говоря, прохладительными напитками зму употреблять. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно оправданно, что называется. Причём, да, то есть как бы... Нормально, живём, живём. Я не хочу, наверное, это обезвоживание. Да, конечно, в том-то и дело, в том-то и дело. А там как бы хмель, дрожжи — это же всё полезно. Для кожи. Я смотрю, вы помолодели, кстати говоря. Старался, старался. Старались заниматься вливаниями. Поездки тут были в командировке, Рязань. Изучил немного Рязань, немножко по ней погулял. Пироги с глазами есть, нет? Слушай, да. Самое ужасное. Я рассказывал это, я просто не помню. У меня уже всё перепуталось. А знаешь, как... Вот это вот... А у нас в Рязани грибы с глазами, оказывается, это не всё. Оказывается, у этой поговорки есть продолжение. И оно ещё более жуткое. Так, уже интересно. Потому что... А у нас в Рязани грибы с глазами... Их едят. Они глядят. Да-да-да. Это просто, мне кажется, что... Не хотелось бы, что называется, опасненько как-то. Ну, так, ничего. Родина Есенина. Родина что-то... ВДВ. Город очень маленький, низкий. Я имею в виду, что по строительству... Ну, я такие люблю. Уютные старые-старые города. Удивительная особенность отдельная, что по ночам все любят... Ну, даже ближе к вечеру... Ездить с... Очень громкой музыкой. То есть, буквально каждый второй автомобиль, независимо от марки... Ну, конечно же, чаще это что-то типа около Жигулёва-Ладовая. Но и на марки, так сказать, отличаются некоторые. Вот очень много тех, кто ездит с невероятно громкой музыкой. Я, честно говоря, думал, что... Как будто бы я, когда мне было... Примерно прошли, да. Вот да. Вот примерно так. Я такой... Хм, ну ладно. Возможно, часть какой-то вот локальной культуры. Она вот такая. Прогулялись, собственно, вот по улице, которая как будто бы вот эта вот такая... Она называется почтовая, по-моему. Потому что там почта стоит. Она такая гулятельная. Там рядом ещё есть гулятельные улицы. Ну, нормально, нормально. Так что не зря съездил. Обновил для себя впечатление о Рязани. Потому что в основном Рязани у меня была связана с тем, что ты приезжаешь на поезде ранёхонько-ранёхонько. Потому что аэропортов там нет. Есть только военный аэродром. И едешь сразу на Атрон, на гоночную трассу. Так было несколько раз. И для тебя это вся Рязань. Это вот чемодан вокзала Атрон. И всё. А тут как бы хоть чего-то ещё. Поэтому вот ещё одну галочку в посещение каких-то городов поставить. Так что вот какие-то такие примерно были развлечения. А, нет. Главное же, главное событие. Что, собственно, анонсировалось в нашем с вами прошлом подкасте. Это то, что я собирался снимать. Это то, что уважаемые братья-китайцы прислали мне оборудование фирмы Камус. Собственно, фирма Камус его и прислала. Это такое новая веха современного сим-рейсинга. Они решили вот так вот захватить тоже рынок. Потому что в последнее время китайцы стали захватывать рынок, в том числе, сим-рейсинга. Но у них есть тоже, конечно же, такое более классическое оборудование. А здесь они вдруг решили, что нужно что-то, если уж вламливаться с ноги, то надо делать что-нибудь необычное. Поэтому они сделали такой концепт, который я про себя в шутку назвал мотор-колесо. Потому что, собственно, вся рулевая база, она и есть руль. А как она вообще крепится-то? Как это вообще все выглядит? Я просто не представляю. Есть переходник небольшой. Да, и там есть два варианта. Есть совсем бюджетный, который называется C5. Он такой довольно страшненький. Но при этом он по цене, насколько я понимаю, по крайней мере, как они сейчас это позиционируют, будет равен цене примерно G29, что-то такое. То есть рулю позапрошлого уже поколения. При том, что это директ-драйв база. То есть это уже действительно современное оборудование. И там даже заявлено, по-моему, чуть ли не 9 ньютонов. То есть оно прям такое мощное. Но при этом оно не совсем красивое. Там баранка не меняется. А есть то, что прислали мне. Это вот абсолютная новинка. Это C12. Там уже, собственно, 12 ньютонов. Но по ощущениям их больше намного. Потому что у тебя нету какого-то дополнительного вала. То есть у тебя руль, он практически надет уже на мотор. И как это крепится? У тебя просто вот ко всей этой коробочке, к ней можно прикрепить кронштейны. А к тому, куда ты ее крепишь, хоть на стол, хоть на свой кокпит, хоть куда угодно, у тебя есть небольшая такая, ну, как станина, наверное, знаешь, назвать. То есть совсем небольшая металлическая штучка, на которую ты уже как бы вдеваешь в нее этот руль и крепишь. То есть моментальное крепление такое получилось. Довольно интересно. И первые впечатления, ну, у меня, по крайней мере, пока положительные. Потому что я понял, ну, в общем, было задумано, естественно, снять какой-то... Есть с чем сравнивать, разумеется. Есть с чем сравнивать. Я много на чем ездил, да. Но, тем не менее, вот прямо именно во владении директ-драйв базы у меня не было. И тут получилось, что это как-то, знаешь, такие... У меня же опять тут был довольно большой перерыв. Я особо ни на чем не ездил. И как-то, ну, я хотел снять хороший, красивый обзор. В целом, это практически и получилось, за тем исключением, что это будет такой классический в диванном стиле обзор. Это скорее эмоции. Потому что я понял, что, ну, не поездив в какое-то, ну, продолжительное время, там, неделю-две, да, там, типа, постоянно упражняясь, там, пытаясь, настраивая. Потому что, естественно, там, ну, у них есть свое программное обеспечение. Какое-то гигантское количество настроек. Причем очень интересно, что на каждой настройке написано, на что она будет влиять. Там, типа, как ты будешь, там, чувствовать, например, там, подвеску, там, как ты будешь, там... Ну, в общем, различные условия. То есть все это надо настраивать. Для тебя это как-то кастомизировать, оптимизировать. Ну, и сами ощущения, да, то есть там, поездишь 5 минут или поездишь в неделю, уже будет разница большая. Опять-таки, развалится, не развалится, непонятно же. Слушай, я поздравляю, прикольно. Да, и ролик, в общем, снят. Я очень надеюсь, что я на этой неделе его обязательно смонтирую. Старались я там даже... Снимал его в этот раз не в одиночку, поэтому старались сделать максимально красиво. Вот не факт, что получится информативно, потому что в основном эмоции, конечно, да. Ну, и вот примерно уже где-то в процессе съемок я понял, что... Ну, это отделаться неправильное слово, но, наверное, одним роликом не отделаться, потому что это действительно чисто такое эмоциональное первое впечатление вот от этих вот... Ну, есть ли там, да, какое-то действительно усилие? Там, я не знаю, скрипит, не скрипит? Работают ли кнопочки? А, ну да, и вот в этом C12 у него такая же концепция, как у страшилки C5, да, вот. И при этом у него вот вся эта, как бы, вот этот вот мотор, вся эта база, она как бы все равно есть, да, она такая небольшая. А вот саму баранку ее можно открутить. Соответственно, можно тоже кастомизировать. То есть это не квик-релиз, да, как вот на уже привычных всем, там, я не знаю, сим-кубах, каких-нибудь там сим-мейджиках, на том же фанатеке, да. Вот. Ну, ты можешь отвинтить это винтиками, я не знаю, да хоть от телеги туда колесо прикрутить, собственно говоря. Если тебе это... Если у тебя есть любимое колесо от телеги, можешь ездить на нем, собственно говоря, да. Вот. А на самой вот этой вот части, которая остается стационарной, там какое-то невероятнейшее количество кнопок. Слушай, оно прямо имитирует, знаешь, такой хороший гоночный руль. То есть там вот эти все крутилки, есть вот позиционные переключатели. Слушай, а как вот вообще качество сборки вот этих всех крутилочек, кнопочек, как вообще усиленно... Усилие нажатия. Мне понравилось, потому что я смотрел какой-то обзор зарубежный, где был, по-моему, C5 как раз, и там ругались, что знаешь, ты типа ее крутишь, а у тебя кнопка проскальзывает. Ну, то есть она не понимает, насколько положение ты ее прокрутил, там типа она вперед-назад. Здесь, по крайней мере, вот по таким первым впечатлениям, было, что вот реально каждый оборотик — это прямо переключение. И даже когда ты настраиваешь и смотришь, вот знаешь, как всегда есть отображение работы кнопок, педалей, там, повороты руля и так далее в программе настройки. И ты нажимаешь, и у тебя отдельно прям каждый клик — это прям клик нажатия на кнопку. То есть оно вроде как не проскальзывает. И таких мисс-шифтов не было. Их очень много. Там обычные кнопки, потом несколько вот именно таких переключателей. Потом есть прям практически джойстик. То есть один он по кругу ездит и нажимается, а второй типа вверх-вниз, влево-вправо. — Типа как на PlayStation? — Как стики, как стики, да. Как стики, только они такие металлические, аккуратненькие. То есть, в общем, довольно интересная штука. Ну, фотка есть в Telegram-канале уже такая, значит, она общая. Вот. И... А, и педали. Безусловно, тоже прислали педали не простые, самые дешевые, а которые уже такие более профессиональные, назовем их так. Из того, что мне там понравилось, как там регулируются усилия на педали тормоза, там сзади есть переключатель. Там количество щелчков, по-моему, от 1 до 8. Знаешь, напоминает, как когда ты настраиваешь амортизаторы в подвеске спортивную. Ты можешь как бы подкрутить вот этими кликами и, соответственно, сделать их более жесткими, да, например. Вот. И здесь то же самое. На восьмерке мне было педаль тормоза не прожать. Ну, при условии того, что я довольно быстро вот это все устанавливал. Опять-таки, у меня не самый удобный кокпит. У меня вот этот классический плейсидс, который был самый первый, с чертовой металлической палкой посредине ног, когда не очень удобно там оперировать педальными всеми. Плюс получилось так, что вот их платформа... Педали, они отдельно продаются. То есть там три педальки, они отдельно лежат. Ты их должен сам прикрутить к такой большой массивной металлической платформе. И... А у меня вот в этом плейсидсе там такая наклонная пластина, на которую, чтобы свои фанатековские педали поставить, я делал переходник из такой фанеры миллиметров, наверное, в 15. Хорошая фанера. Весит просто как чугунный мост. Вечная. И по факту я пришел к тому, что когда я ездил на фанатеке, а там тоже очень хорошие педали. Это Клаб Спорт 2, по-моему, они у меня. Вот. И... Там стоит, ну, поменяна резинка, это пружина, что там у них стоит. И там очень тяжело прожать тормоз. И я пришел к тому, что у меня в целом все хорошо зафиксировано, кроме того, что у меня сам кокпит начинает вот так вот сгибаться, вот эта площадка уже металлическая. То есть тормоз все равно неадекватный, потому что ты прожимаешь его вместе с креслом. Ты вот так вот как бы встаешь, знаешь, как на дыбе как будто бы. Поэтому надо было играться. Здесь похожая ситуация. Плюс получилось, что мне было комфортно не поставить. В итоге я такими скрюченными куриными ножками там что-то педалировал. Вот. Но, тем не менее, потестили Асету Корсу, потестили компетенционно, по-моему, тоже. Прокатились в iRacing. И еще попробовали с очками виртуальной реальности, чтобы уж совсем как бы дополнить. Руль сильный, руль сопротивляется. Насколько адекватна вот полностью вот обратная связь. Я говорю, что это надо прям поездить, потестить. Но первое впечатление такое, ну, хорошее. То есть ты держишь в руках действительно вещь. Руль может быть излишне толстоват, но опять-таки эту баранку можно поменять. Если ты захочешь, конечно же. Я думаю, что от того же Fanatec можно скрутить обратно, поставить. Хотя она тоже там не самая тонкая. Вот. Первые впечатления неплохие. То есть вот, чтобы, знаешь, там это как-то скрижетало, чтобы был дешевый пластик, чтобы это как-то противно нажималось. У меня не было такого. А плюс подрулевые переключатели, они такие, ну, они, конечно, небольшие. Я привык к более таким лопухам. Но, тем не менее, по ощущениям, это стопроцентный карбон. Потому что там вырезаны два кусочка таких карбонов аккуратненьких. Они магнитные, щелкают, как, боже ты мой. То есть, прям, ну, все работает. Я поездил, покатался. Вот. Осталось теперь только, знаешь, сесть, настроить и полноценно протестировать. Поэтому на этой неделе, если, наверное, надеюсь, что он выйдет, я сделаю ролик такой более эмоциональный, как такой, знаешь, презентационный. А по поводу обзора, я уже говорю, что в сходе съемок я понял, что надо делать что-то большее. И я задумал интересную штуку. Я в эту субботу собираю, как я его назвал, традиционное, ежегодное, первое симрейс барбекю пати. У тебя есть возможность, кстати, успеть купить билет, прилететь в субботу, Джеди Виллдж. Вот. И, собственно говоря, в программе бесконечное барбекю, прохладительные напитки. Вот. И симрейсинг. Соответственно, на свежем воздухе все это будет происходить. И приедут все мои хорошие друзья, знакомые, близкие люди, как раз-таки из такой вот около гоночной тусовки. Люди, которые так или иначе тоже связаны с различной автофизкультурой. Многие из них бесконечные симрейс задроты. Поэтому есть идея из такого формата, что у всех, значит, спросить, на чем они ездят у себя дома, что у них есть, какой опыт. И, соответственно, потом спрашивать и узнавать, какая у них реакция на то, что вот они поездили на Камусе и какие впечатления он для них оставил. Это первое. А есть еще вторая идея, неформальная. Спрашивать их трезвыми. А где-нибудь часов в 12 начать записывать видео, где люди будут говорить честно, знаешь. А теперь расскажи твои впечатления. Ну, вот что-то такое. Это, конечно, шутка юмора, но, тем не менее, вот есть идея снять такой лайв еще одно видео. Прямо такое, знаешь, в таком репортажном формате. Когда видно, что людям хорошо, люди отдыхают. Как бы, знаешь, оставляют это лето в своей памяти. Ну, еще немного симрейсит. Единственное, теперь как-то вот... Я концепцию-то придумал, но как-то до конца все собрать воедино, чтобы было аккуратно, красиво, чтобы, знаешь, ну, куда все поставить, как все закрепить, как повесить какой-нибудь монитор маломальский. Правда, я подумал, что надо еще привезти обязательно проектор и типа еще транслировать на стену большое изображение, чтобы те, кто просто отдыхают рядом, там, да, или там девушки, жены, вот, вторые половинки, они тоже могли как-то наблюдать, не пялись там в какой-то небольшой экран, потому что какую-то треплу я уж точно не соберу, а все, что у меня здесь есть из таких доступных мониторов-телевизоров, ну, это такое, не знаю, сколько здесь дюймов, 34, может быть, не знаю, ну, что-нибудь такое, ну, не самое большое, короче. Вот, и вот, ну, вот такая идея, я надеюсь, тоже выстрелит, будет интересно, и, конечно, надеюсь на поддержку, что люди посмотрят, выскажут свое какое-то мнение, ну, и в целом проставят свои лайки, лойсы, сделают шер, репост, и я тогда их обниму, приподниму, ну, и, собственно, поставлю куда-нибудь. Такая вот, такая жизнь, такая движуха. Слушай, классно, я прям рад, что у тебя как-то так, я так понимаю, это же на некоммерческой основе прислано было тебе, подарено, как-то обручено. Абсолютно безвозмездно, да, то есть. Ну, это потрясающе, на самом деле, это здорово. Были небольшие переговоры, и, да, вот было выслано оборудование, и как бы без каких-либо условий. Ну, единственное, что там они просили, конечно же, что это нужно как-то осветить, показать. Нет, ну, это само собой, конечно. Если вы как бы называете себя там как будто бы видеоблогером, то, конечно, нужно что-то снять и показать, и рассказать людям, что такое есть, и все. Но при этом, знаешь, каких-то там, типа, только говорите, что это мега хорошо, ну, то есть, все должно быть по-честному. Ну, я в целом бы и не взялся бы за какую-то лажу, когда тебе говорят, скажите, что мы хорошие. Да с какого этими? Ну, понятно, да, 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 да. Слушай, ну, молодцы, на самом деле, мне кажется, это очень правильная политика, если вы пытаетесь зайти на новый рынок. Да, абсолютно точно, конечно. Мне кажется, ну, причем для самой компании, как я понимаю, в принципе, там, условно, ну, подарить несколько рулей, ну, как бы это небольшие деньги, а профит, на самом деле, очень большой, как бы, а почему нет? Ну, в рамках бизнеса, конечно, да, конечно, да. Плюс ты делаешь сразу различный охват, да, то есть политика партии, политика ведения вот подобных вещей, мне кажется, абсолютно справедлива. И, ну, то есть мало того, что вы заходите с какой-то необычной вещью, да, то есть она, ну, то есть все делают одинаково, все делают базу, да, на базу вот этот квик-релизный руль какой-нибудь, ну, и каждый там свои какие-то примочки придумывает. А здесь люди пошли совсем другим путем, не совсем стандартным, хорошо это или плохо покажет время, но, по крайней мере, это что-то необычное. Плюс они пытаются там конкурировать по цене и делают там вещи несколько дешевле, да. Ну, то есть, безусловно, если, пусть оно там... Слушай, а давай немного, извините, я перебью сейчас сразу, что я начал говорить про цену. О каких вообще порядках цен мы говорим для C5, для C... Как он у тебя, C12 или как он называется? CS12, как ты его назвал? C12 просто. C12. Вообще, то есть, о каких суммах идет речь? Видишь, насколько я понимаю, сейчас окончательно, я не знаю, будут они там... То есть, дилеры уже, я так понимаю, появляются, но вот конкретно какая будет здесь... У них на сайте, на camusracing.com, за, по-моему, C5 цена стоит 200... 279 долларов. То есть, это, ну, условно, даже если на 100 умножить, да, это будет, собственно говоря... Это мы говорим про полный комплект. То есть, мы берем крепеж, мы берем, собственно, базу с рулем и берем педали. Или нет? А, так, сейчас, подожди. 279 это только руль, база с педалями стоит 329. С простыми педалями. То есть, это 32 тысячи рублей. Ну, 33 тысячи рублей, пускай. То есть, база и педали. Ну, всякие крепежки вот эти вот там к столу. Директ драйв, директ драйв база. Директ драйв. Ну, то есть, 33 тысячи, я считаю, что это очень... Это не временная какая-то передача. О чем мы речь? То есть, за 33 тысячи сейчас, наверное, можно купить только 29-й бэушный руль. Вот я о чем и говорю. Не, ну, может быть, новый даже где-то может за такие деньги купить, но не факт, не факт. Я еще просто не анализировал. Я сейчас буду, когда ролик собирать, чтобы действительно говорить, ну, по фактам раскладывать, что называется. Вот. Я буду, конечно же, ну, обязательно посмотрю, чтобы понимать, что у них есть цена эта. Я просто не понимаю, насколько она вот адекватна, и будут ли там кто-то что-то накручивать или нет. Но если эта цена есть на сайте, то, по идее, плюс они там сделали... Ну, плюс доставка еще будет, да. Не знаю, не факт. Может быть, если будет нормально обеспечено дилерство, то эта цена будет здесь, как ты понимаешь. Ну, я думаю, все равно будет чуть-чуть подороже. Ну, в общем, короче, мы понимаем, что это порядок там 40 тысяч рублей за директ драйв в комплектации. Да, это прикол. Да, C12 стоит уже 550 за руль, но, опять-таки, это руль, который как бы обозначают как руль там с 12 ньютонами, и он в целом получается там конкурент, насколько я понимаю, какой-нибудь условный МОЗИ, но это все равно дешевле. Угу. Слушай, ну, классно, классно. Я прям рад, что вообще у нас появляется что-то в симрейсинге новое и более доступное, и... Ну, как бы, в принципе, ну, я считаю, что это достаточно дешевый вход в симрейс. То есть такой полноценный, даже с учетом C5. У меня есть еще одна идея, ну, там тоже не только у меня, у меня и у группы товарищей, и так что я думаю, что симрейсингу в этом, ну, в этом летом будет чуть больше посвящено, чем обычно, да и в конце концов пора возвращаться к еженедельным тренировкам. И будет еще один ролик как раз-таки про, вот, знаешь, вот эту степень входа в симрейсинг. Это потому что по факту, знаешь, это как с корчеванием автомобилей. Кто-то бесконечно строит, да, и кто-то не выезжает на трек, потому что считает, что что-то не готово, или выезжать можно на чем-то только лишь там мега-супер-совершенном. Я лично это опроверг несколько недель назад. Вот так, и мне кажется, что с симрейсом в целом примерно такая же история. То есть, об этом тоже хочется поговорить. Ты вспомни, как ты мне притащил в симрейс. Когда был ковид, И когда РХХЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦazo вот это вот все запустили и онлайн-чемпионат, у меня же был 25-й руль. То есть, даже по тем временам это уже было, как бы, ну, блин, рухлить-рахлить. А тем не менее, как бы, блин, уехалось, как бы понятно, что это было не какой-то там топ. Ну, то, что ребята, там все-таки на опыте. Но я кайфовал, я получал удовольствие, и я приезжал не последним. А в Японии на Сузуки, блин, и даже третьим приехал в своей группе. Так что, в принципе, чё бы нет, называется. Поэтому да, то есть здесь понятно, что чтобы быть топом, нужно быть топом. Это всё-таки... Это ежедневные тренировки, дисциплина и большое количество вкат. За там какие-нибудь 20 часов ты не наездишь так, чтобы абсолютно всё понять. Тут даже нисколько понимания, да. Опять-таки, Симрейс — это нереальная жизнь. Тебе нужно немножко перестроить мозг, тебе нужно немножко на других рефлексах ехать. То есть, жопомер у тебя не работает, он тебе не подсказывает. Твой жопомер — это, собственно, тот самый фидбэк, который есть в рулях. И, безусловно, вот единственная проблема дешёвых рулей, что этот фидбэк, он приходит с опозданием, понимаешь? То есть ты там условно отловить машину тебе намного тяжелее. Но, тем не менее, если у тебя большое количество наката, ты это, опять-таки, уже всё предугадываешь просто потому, что происходит у тебя перед глазами. Касательно Симрейса, конечно же, я всегда говорю, что ездить надо исключительно в VR, потому что, ну, это максимальное погружение. Ну, то есть вот буквально даже сейчас у меня опять вот эти чувства нахлынули, потому что мы поездили вот, пока тестили, да, там, пока снимали ролик, большую часть времени поездил просто за рулём. Потом ты надеваешь очки, и ты прям в другом мире оказываешься, и у тебя прям ощущения от того, что ты делаешь, они совершенно другие, и ощущения даже от руля становятся другие. Но, если мы говорим, там, про какой-то стриминг, если мы говорим про такую более медийную вещь, то, конечно, ну, тут VR, к сожалению, отпадает, потому что стримить в VR, это бесполезно, неудобно, и совершенно, ну, как бы невозможно даже, я бы так сказал. Это, ну, это довольно глупая история. То есть это чисто для себя стримить, там, и для одного человека? Может быть, да. Потому что ты просто запишешь себе гонку, а вот чтобы это там как-то общаться с аудиторией? Нет, абсолютно нет. Тут уже, конечно, надо собирать что-то такое интересное с триплой, чтобы у тебя была какая-то, знаешь, более такая... Ну, иногда, может быть, и достаточно хорошего изогнутого большого экрана, но, тем не менее, ну, это если мы уже совсем туда лезем, куда-то, в опыт и прочее. А начинать можно, не знаю, на 15-дюймовом мониторе, да, на любом G, который существует, и всё будет нормально. Всё, удовольствие можно получить. Понятно, что... Определённо. Есть возможность, тратишь бабки. Нет возможности тратить бабки. Ну, ищите способ, как за меньшие бабки получать практически то же самое удовольствие. Понятно, что... Ну, и опять-таки, тут такая тоже спорная ситуация, знаешь, это как я всё время говорю, что учиться надо на говне, условно говоря, потому что потом на чём-то хорошем тебе будет просто... Ну, ты полубогом станешь, потому что у тебя какие-то элементарные вещи будут уже... Ну, даже какие-то сложные вещи будут для тебя элементарными. С другой стороны, зачем себя мучать? Зачем привыкать к плохому, да, и, возможно, вырабатывать неправильные навыки? Это тоже очень важно. Поэтому тут я говорю, что в симрейсинге скорее надо вот... Надо учиться симрейсить. Это не сразу у всех получается быть быстрыми и в реальной жизни, и в симрейсе. Но когда ты адаптируешься туда... Плюс, конечно, настройки. И работа с педалью тормоза, наверное, одна из самых главных, которые есть. Поэтому очень надеюсь, что закрутится-завертится, поснимаем ещё побольше контента. Но вот первый постараюсь релизнуть на этой неделе. И на этой же неделе, замутив вот это вот мега-супер-барбекю and simrace party, обещают самый тёплый день. Там 26 градусов, по-моему. То есть не хватает только бассейна, знаете. Пора скинуться на бассейн. Надо построить красивый бассейн. И тогда это будет ежегодный. Хоть ты надувной какой-нибудь купи себе. Такой каркасный. Ежегодный. Но я на самом деле хочу. Хочу его просто обшить, сделать, облагородить и сделать красивым. Ну а почему нет, на самом деле. Сделать из такого стационарной. Но это в будущем. Тут надо ещё кое-что доделать. Так что такие пироги. Даёшь контент. Ну я надеюсь, что... Больше всего, конечно, хочется поддержки аудитории. Потому что... Когда ты чем-то горишь, когда ты что-то делаешь, когда тебе от этого кайф, это круто. Но вдвойне круто, когда этот кайф с тобой кто-то разделяет. И если ты полностью как бы отдался этому, да. Снял какую-то клёвую вещь. Рассказал там о своих эмоциях. И там... А в ответ будет там, я не знаю, очень-очень мало просмотров. Ну это, наверное, грустненько. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы аудитория поддержала в том числе. Потому что есть очень важное начинание в этом году, которое будет сниматься, я думаю, что уже вот в следующем месяце. Вот там вообще... Я пока ничего не буду говорить, но я хочу, чтобы... Блин, вот я не знаю... Ну, магия должна случиться, но нужно, чтобы смотрели, чтобы это не заглох. Я бы сказал так. Всё, на этом всё. Ладно, мы в тебя верим. Спасибо. Осталось, чтобы я свою веру в себя до конца не растерял. Это диванный подкаст. Здесь шумят моторы. И ворчат ветры. Здравствуйте, дорогие друзья. Это 105-й выпуск диванного подкаста. Врывай буквально с ноги. Ну, может быть, 106-й. Короче, какой-то... А кто считает? Кто считает? Зачем считать? Вы, дедов, если что, простите, мы не считаем. Специально, да. Нужно специально писать просто какие-то невероятные цифры. Это 1089-й номер нашего подкаста. Мне сейчас вспомнилось крутой пике. Да, типа да. У нас там 2300 серий. У нас и мы до сих пор подкасты про погоду. Вот, так что, друзья, сегодня немножечко уже обсудили то, что происходит на канале Диванная Формула. Обсудили немножечко симрейсинг. Обязательно поговорим о том, что все так любят ворошить. Это, конечно же, жёлтые страницы. Это различные сплетни, слухи, байки и гоночные новости. И плавненько перейдём к Гран-при Испании. Которым тоже есть что сказать, я думаю. Посмотрели ли вы ещё какие-то гонки? Потому что гонок было очень много. Я за всеми не успел. Я тоже не успел. Потому что у меня было много дел. Я тоже не успел. Я успел посмотреть только... А так как мы подкасты пишем... Кусками, абсолютно кусками посмотрел F1 Academy, посмотрел трёшку, две гонки. А двушку я не успел посмотреть, если честно. Вот у меня сейчас... Вот как-то надо будет это догнать всё дело. Нагоним потом, да. Да, потому что был ещё и Носкар, был ещё и Инди-кар. Инди-кар ещё был ещё и... Его я тоже не смотрел. И русские гонки параллельно были. Причём в формате того, что будет ещё на Егоре Drive. Это новый формат уикенда и РСКГшного. Когда у тебя спринтовые гонки, ну то есть классическое РСКГ, которое есть, это два дня, да. Оно проводится в пятницу и субботу. То есть уикенд вообще начинается ещё в четверг, да. Вот первый гоночный день это пятница, второй гоночный день это суббота. А воскресенье это гоночный день для Endurance. Вот на Егоре будет четырёхчасовая гонка. Поэтому... Такой же формат. И общался, на самом деле, когда был на чемпионате России по роликросу на Егоре. Собственно говоря, общался с людьми, собственно, изнутри, да. И, в принципе, они в один голос говорят, с одной стороны, это, конечно, такой растянутый, да, формат. И, может быть, для зрителей не совсем удобно. Но, например, с точки зрения именно организации, с точки зрения, там, безопасности, собрать маршалов и всех, собственно, и собрать всю толпу и привести в одно место, там, да, и гонщиков, и всех, это, наоборот, как бы очень сильно упрощается. Такие логистические задачи. Поэтому, вот, вроде как, такой формат сейчас признан более успешным. Ну, а зрители, собственно, вольны выбирать, да. Хочешь, можешь на все дни приезжать. Хочешь, можешь посмотреть, там, спринт-гоночки. Хочешь, можешь посмотреть только на Endurance приехать. Так что, вот, чувство у меня этой недели, когда это будет, тоже будет сильно загружено, потому что придется почти каждый день ездить, что-то делать. Ну, хочется самому поснимать, ну, и, собственно, и увидеться со знакомыми, и, может быть, даже что-то записать. Поэтому именно такого тоже, может быть, в формате подкаста. Поэтому надо будет поработать, поездить. Правда, на Егору, конечно, тяжеловато каждый день ездить за свой счет, что называется. Может, я там где-нибудь поближе эту палаточку поставил. Может быть, потому что ребята все равно, те, кто приедут, они будут явно снимать, кто иногороднее, будут снимать домики. Поэтому, может быть, пишусь куда-то просто с гонщиками. Тем более, что у вас этот опыт уже есть. Если помните, после Нижнего Новгорода у вас этот опыт появился, в том числе. Да не только, еще же, когда ездил в качестве видеооператора, режиссера, сценариста, звукооператора, летателя дрона, да ладно, чуть-чуть. Но, в общем-то, нет, то, как жить с людьми в гоночных условиях, я знаю прекрасно. Это великолепное время, поэтому надеюсь, все будет хорошо. Да, вот так вот я как-то неожиданно рассказал про РСКГ. Ну, в общем, да, уикенд-то был вот этот вот очень, очень рысьиковый. Поэтому не все успевалось. Просто, к сожалению, ну или к счастью, своих дел еще очень много. Поэтому ты такой там урывками как-то смотришь. Ну вот, что называется, я лично на F1 забить не могу уже никак. Это у меня уже как какой-то, наверное, степень привыкания такая, что ты вот... Что бы ни было, но Формулу-1 я точно посмотрю. Хотя, мне кажется, уже большая часть моих знакомых и, мне кажется, уже даже большая часть моих подписчиков Формулу-1 не смотрит. Мне кажется, уже смотрит все, что угодно. Там, я не знаю. Но только не F1, но я все равно продолжаю, поэтому... Нет, F1 мы не бросим. Это, ну как... Вот, да. Это как старого друга бросить. Ну что, это ни в какие ворота вообще не лезет. Так, так нечестно, да. Может быть, у него не самые лучшие времена. Да, он может быть пьющий. Может быть, у него что-то... Да, да. А ты же не можешь его бросить. Мы с вами сходимся. Да, да, да. Может быть, и не вот. Хотя сейчас я считаю, что у него неплохие времена, у этого старого друга. Как-то, мне кажется, работу новую нашел. Вот как будто да, знаешь. Не самый высокооплачиваемый, возможно. Но уже есть проблески. Прям стал улыбаться чаще, знаешь, какие-то прям что-то даже... И даже Барселона не кажется такой нудной, знаешь, вот это вот. Вообще, кстати, абсолютно не нудный. Но давайте по традиции все-таки, Тимур Евгеньевич, начнем с вас, вот эту официальную часть подкаста. Что у нас там в мире-то делается? Что у нас в мире делается? У нас вернулся наш старый, как сказать, товарищ. Туарисыч. Туарисыч. У нас вернулся лис, старый лис вернулся. Да, замечательный наш итальянский друг. Как его зовут? Угадайте, как его зовут? Да, у нас Флавио Мариаторе вернулся в пандык. Костяк пиранье клуба, я бы сказал. Да. Из тех забытых времен. Абсолютно, абсолютно, на самом деле. Слушай, вернулся, казалось бы, в ту команду, да, но не к тем людям. Мне кажется, что вот как мы с тобой шутили, да не то чтобы шуть, во-первых, мы это анонсировали в качестве слухов в подкасте, в одном из предыдущих, и это случилось действительно. И как только Флавио появился в пандыке, посмотрите, как поехала Альпин. Причем, причем, это не случилось с машиной, то есть с машиной ты ничего не сделали, как бы не могли за один уикенд, за одну неделю что-то сделать. Я думаю, просто всем стало страшно. Давайте что-то делать, давайте читерить, я не знаю, давайте бензин сотый зальем, какой-то присадок, бахнем, какой-то, я не знаю, лавра нальем. Делайте что угодно, потому что здесь сейчас это. Если мы сейчас не проим нормальный уикенд, сейчас начнется итальянская мафия, поножовщина, все, тазик с цементом и до свидания. Я настолько, знаешь, был воодушевлен, что даже когда, я, кстати, да, на этой неделе еще успел прокомментировать квалификацию на Бионедж, и я даже вот в этом порыве, знаешь, мне такие чувства нахлынули, когда мы это обсуждали со Стивом, что я такой, а, так это, и еще же Алонсо, и вот это, у меня было реально полностью, знаешь, я настолько погрузился, что у меня было ощущение, что Флавио все-таки, как будто бы вот он с Алонсо должен быть, вот прям точно. И я, конечно, вот при том, что сейчас есть, вот мне скорее вот всю вот эту шайку-лейку, вот эту банду непонятную, и вот это вот некий романтизм, авантюризм, это скорее сейчас Астон Мартин. И я, конечно, хотел бы, чтобы он туда как-то вот пришел, к старому другу Алонсо, вот еще вот эти все стролы там со своими... Бизнесмены, да, все, то есть... Вот как оно должно быть, вот как оно должно быть, вот это Формула-1, которая должна быть, вот это вот... То есть у нас хитрый пенсионер, какие-то бизнесмены, которые торгуют одеждой, какая-то итальянская мафия, и вот вообще, то есть полный у нас набор. Плюс у нас там еще Астон Мартин спер какого-то спеца из Феррари по итогу. Ну, у нас все замечательно вообще происходит. В общем-то, Флаве Биоторе вернулся в Формула-1 в роли советника, такая там, должность такая, она какая-то тоже... Ну, как бы, мутная, а какая она еще может быть, прозрачная? А какая она еще должна быть, да? Да, то есть здесь все как бы это... Да, это, естественно, вопреки всем вот этим устоявшимся мнениям и слухам, что он был забанен в Формуле-1 навсегда, конечно же, нет. Прощен был... Через год, по-моему, там почти сразу. Там, да, там, ну, это было вот так раздуто. Но, опять-таки, да, как работает СМИ, как работает любая новость, и как работает человеческий мозг, который привык доверять тем... Ну, то есть кто-то что-то когда-то где-то ляпнул, мог это ляпнуть первым, ты этому поверил, и все, и так оно понеслось. Нет, навсегда забанен не был. Всех-всех простили, все хорошо, и вот он возвращается. Был отстранен, это да, и понятно, почему. Слишком переборщили, хочется сказать так, да, в своих игрищах. Но, тем не менее, вернулся. Я говорю, для меня эта новость хорошая. Определенно, определенно. Потому что вот Формула-1 не должна превращаться в болото. И вот, знаешь, романтизировать ее не надо. Она даже не то, что болото, она слишком рафинированная становится. И вот таких вот харизматичных бандитов нам не хватает. А проблема в том, что это большой бизнес, а большой бизнес и мир больших денег, он не может быть, к сожалению, наверное, может быть, если только в каком-то идеальном мире, но это не может быть без каких-то муток, каких-то серых схем, каких-то подозрительных личностей и так далее и тому подобное. И когда все это было приумножено в Формуле-1, там, до грани безумия уже, вот тогда и творилось то самое, что сейчас все вспоминают, как какую-нибудь там золотую эру. Хотя, какую эру не возьми, вся золотая получается, да? Это тоже отдельный повод для разговора. Что ж такое золотая эра? Почему она у каждого своя? Вот. И, конечно же, это все нужно. Это нужно. Вот это вся... То есть тогда и спорт становится более рискованным, более каким-то вот открытым, более каким-то... Потому что вот это все остается закрыто, да? Вот то, что они там свои шашни какие-то мучат, они там что-то... А здесь вот в итоге вот этот вот выплеск эмоций, он происходит на трассе посредством пилотов и гоночных автомобилей. Поэтому давайте, возвращайте все это. Всех этих прекрасных людей сюда, мутных. И вот она. А и Ф-1-ушка-то встанет с колен уже, понимаешь? Потому что уже встает, казалось. И причем... Уже на высоких коленях. Во-первых, Альпина сразу поехала, да? То есть как-то у нас так... Ну и проблеск такой случился. И сразу у нас же вездесущие папарацци, сразу вездесущие фотографы. Уже сфотографировали, как Бриаторе обменивается с Сайнцем Старшим телефонами. И тут уже, естественно, сразу пошла вот эта вот типа, как бы, вроде, а что бы и нет? А давайте Сайнца может пристроим в Альпин? И Бриаторе... Господи, Бриаторе даже уже проговорился, что уже Гасли подписали. Он говорит, да мы как бы ищем только одного пилота, нам второго-то и не надо. У нас Гасли уже все, как бы, у нас все схвачено. Еще нигде это не было анонсировано. Человек уже такие вещи прокидывает. Возможно, конечно, что-то хитрит. Ну, я думаю, нет, все-таки на самом деле. Потому что Гасли вроде как это, и Вальпин, наверное, ему нравится в целом, и французская команда. Я думаю, что ему к нему только это благосконно относится. Ну, в общем, короче, у нас вот, опять же, слух. Теперь к Сайнцу переходим. Что сначала мы его прочили, в Мерседес нам сказали, что только один год, он говорит, извините, не подойдет. Рэдбул никто не звал, там подпишут, всех уже подписали. В Кикзаубер, в Ауди вроде как не сильно верится, хотя вроде сулят очень большие деньги. Но вроде как не только деньгами, но мы тут счастливы. Вильямс вроде как тоже интересно, потому что там очень будет какой-то лояльный контракт в случае. Там, если тачка не едет, как бы, ты можешь спокойно встать и уйти. Но, с другой стороны, а куда уходить? А тут появляется Альпин, тут появляются Бриаторы, тут появляется, то есть, какая-то вот все-таки, какая-то магия у нас появляется. И, в принципе, о чем бы не поверить французам? Я, конечно, верить не стал, но попробовать можно, с другой стороны. Ну, Жераром доверять себя, не уважать, конечно. Потому что, вроде как, опять же, Альпин, то есть, здесь вроде как подбирается интересная команда. Опять же, потенциальный денег хотят заплатить столько же, вроде, по слухам, как и в Ауди. То есть, там что-то такое прям приятное по финансам. Но, при этом, есть, наверное, еще какая-то симпатия и вера в то, что Альпин все-таки как-то у нас мощнее, чем за Uber будет стартовать. Ну, Ауди, вернее. Потому что Ауди, может, вообще просто тупо забьет на следующий год, скажет, да нафиг не надо. Вот, будет регламент в следующем году, в 26-м. Так, а более чем и есть, да, то есть, ты берешь год такой на раскачку, знаешь, на то, чтобы кухню пощупать, что происходит здесь у вас. Если вот сейчас делать, перестраивать тачку, нафиг тратить деньги. Вообще, будет регламент, то тогда мы будем вкапывать деньги. То есть, а сейчас за год мы просто будем там друг другу присматриваться, знакомиться, понимать, что здесь вообще происходит, как здесь все работает. И вообще, весь этот цирк как функционирует. Вот. И в целом схема-то рабочая, когда ты забиваешь на действующую машину и начинаешь больше вливать в машину будущую. Нет, особенно, когда у тебя еще есть смена регламента. То есть, мало того, что ты можешь пропустить и просто как бы, мы просто сейчас осматриваемся и лучше сейчас прям за год заранее начнем готовиться к следующему. А тут еще регламент новый. То есть, кто как поедет, кто что построит, как поменяются правила, как вот эти вот все будут работать там ДРС и пуш-ту-пас, вот эта вот вся история. Как вот эта аэродинамика вся облегченная будет работать. Непонятно же на самом деле. Как будут глючить крылья автоматически. Как будет глючить крылья, да. То есть, кто выстрелит. Потому что, опять же, там же был слух такой на самом деле, что вроде как Мерседес опять начал раньше всех строить моторы под новый регламент. И вообще, в принципе, машины как-то уже заниматься, потому что, ну, видимо, финансы позволяют. Плюс есть команды сателлиты. Ну, условно, там, к тому мотору мы поставляем. И вроде как-то совместными усилиями. А давайте вместе суетить тогда. А что, ну, вместе выстрелим там. Выстрелит Вильямс, условно, тот же. Может, поэтому и, собственно, это как-то и было все это вот. Слух-то про Вильямс и Сайнс появился. Продолжаем тему слухов. Логан Саржент у нас, ну, это же 99,9% что это сезонного последнего будет в Формале 1. И им сильно заинтересовались в преме. Ну, в преме, который в Индикаре. Вот, и там прям слухи такие тоже, что уже, да, как бы все готово. И, в принципе, интересный вроде как парень. И, ну, не знаю, чем он их там приманил. Не знаю, честно. Не представляю пока что. Но, может, в Индикаре опять же получится. Опять же, у нас примеры... У нас примеры были, что когда Формуле 1 у человека, ну, не идет, а он приходит в Индикар, а там все, как бы, очень даже и неплохо. Там, да, это не топ из топов, но все гораздо радужнее, чем Формуле 1 складывается. И, в принципе, Саржент, американский пилот, что бы то и нет, в принципе говоря. Может, реально, как-то вообще... Сейчас мы просто там еще чемпиона науку-нибудь увидим в лице Саржента. Что я хотел сказать? Ну, опять-таки, да, я опять-таки хотел сказать, что вот мы подобное обсуждали в рамках комментирования квалификации со Стивом. И как раз-таки относительно Саржента. Вот именно то, о чем мы с тобой тоже часто говорим, что иногда пилоту по разным причинам он не может раскрыться здесь. Ну, вот он просто не может этого. Иногда он не успевает. Иногда настолько все плохо складывается, что ты, будучи действительно большим профессионалом, ты не можешь ничего показать за рулем вот подобной машины. Вообще ничего. При этом тебя высоко ценят. И плюс есть же как бы закрытая часть, которую нам, простым смертным, мы ее не знаем, да? Как он хорошо там ведет свою работу с инженерами. Насколько они ему доверяют. Насколько он действительно может дать фидбэк по машине, да? И понятно, что там, когда ты, когда у тебя, как, опять-таки, мы часто об этом говорим, когда у тебя все плохо, ты стараешься ехать лучше, при этом ты едешь на нервах, ты едешь, как бы, пытаешься через себя перепрыгнуть, и от этого все эти вылеты, развороты, списанные машины и, как бы, гора мемов, которые за тобой летят, да? Но при этом то, что, опять-таки, там Стив упомянул, что в младших сериях Логан был вполне себе хорош. Это был неплохой, ну, как бы, действительно сильный пилот, поэтому, чем черт не шутит, имея какую-то вот ту внутреннюю кухню, о которой мы ничего не знаем, да, там, по работе, по общению, вообще в целом, как он человек, да, в коллективе себя позиционирует. И, возможно, на этом, конечно, все это дело спокойно. Людям-то там внутри виднее, они говорят, да, иди к нам, все будет хорошо, и плюс-таки, да, опять-таки, не смог раскрыться здесь, а, не знаю, в том же самом Индикаре вполне себе, возможно, поедет очень даже неплохо, да. Понятно, что там тоже не всегда с самого начала все получается все-таки есть своя специфика и самой по себе машины, и обращение с этой машиной, плюс еще, конечно же, трассы, да. Трассы в Америке тоже такие своеобразные. Опять же, овалы есть, что вещь очень специфичная и непростая. И не всегда новички сразу там едут, да. Опять-таки, очень много городских, максимально кочкарявых, максимально бетонных, максимально адских, максимально каких-то, как это, естественно, средовых, где действительно люди просто там скачут, прыгают по разбитому асфальту. Если мы берем стационарные американские автодромы, это все время то, что у нас называется американскими горками. Это очень часто большие какие-то перепады высот, сверхвысокоскоростные связки или какие-нибудь там сложнейшие вещи типа штопора. И вот, ну, это тоже очень специфическая серия, при этом, да, очень-очень интересная. И каждый раз, когда у меня получается посмотреть инди-кар, я делаю это с дичайшим удовольствием, потому что он отчасти мне напоминает, может быть, даже вот эту тоже старую дикую формулу 1 какую-то. Там, не знаю, 90-х, потому что как-то все более жестко борются. Да, машины более крепкие, все как-то так прям сурово. Машины при этом более какие-то кажутся нервными в какой-то момент, да, то есть с ними тоже там надо как-то вот бороться. В общем, это все интересно, поэтому, ну, буду надеяться. На самом деле я вот как-то за Логана, насколько мне было там условно параллельно до Николаса Латифи, например, да, то есть у меня не было каких-то вот прям чувств к нему, что мне казалось бы, вот я бы хотел, чтобы этот парень как-то выстрелил. То при этом к Логану вот наоборот они какие-то вот такие чувства, что хочется приобнять. Отеческие. Да-да-да, знаешь, какие-то такие, хочется приобнять, приободрить, как сказать, ну давай, братан, ну что-то, соберись, давай, все будет хорошо. Вот, поэтому, ну, желаю, конечно, успеха. Ну, надеюсь, что что-то выиграет, что-то получится. В продолжении, опять же, всех контрактных слухов... Я думал, ты про Индикар продолжишь. Нет, не про Индикар, нет, я сейчас закончу с контрактами со всеми остальными. Забавно уже произошло. Все же у нас к чему-то шло, опять же, что Сайенс, опять же, просился Мерседес, сказали, что как бы нет, один год. Он говорит, один не устроит. И вроде уже как бы вслухов уже, уже кто только не накидывал, что Антонелли, что под него там переделали правила, что типа давайте сейчас дадим все-таки лицензию в виде исключения, и вот все у нас с вами получится. Но тут выходит гендиректор Мерседес, Олла Калениус, и прям накидывает вообще как вот бриатор, если честно. Вот просто человеку, давайте что-нибудь скажу. Он там начал как-то там завуалировать это все, типа что наша задача машины там типа собрать лучший вариант, в 26 году у нас будет смена регламента, и кто знает, что может выстрелить, и у кого снова появится шанс, и вообще я думаю, что Максу пойдет типа серебристый цвет. Ну то есть как бы вот, я не знаю, что это, это или какие-то торги, или реально Антонелли как-то может быть пока боятся все-таки садить, потому что у Кимми Антонелли, ну в Формуле 2 сезон складывается, честно говоря, прям так себе. То есть не так, как, наверное, многие ожидали, не так, как ожидали у Мерседеса, не так, как ожидал Вольф, потому что, ну прямые там тоже какие-то свои сложности и специфики, то есть и нет прям какого-то доминирования, нету какой-то стабильности там, то мы едем быстро, то мы едем вообще просто никуда. Вот, поэтому вот еще один слух у нас с контрактом, и в принципе как-то так более-менее, короче, начали как-то выводить какую-то вот такую общую там, общий знаменатель, и все-таки к последним слухам, таким вот уже каким-то более смысленным, что у нас в Хасе будет Акон и Берман все-таки, что вот я не знаю, Акон в Хасе, ну возможно, Альпин все-таки Гасли Саенс, ну по последним слухам как складывается, Виза, Кэшап, РБ, вот это вот все, вот эти все платежные системы, там почему-то опять же начали говорить о том, что Рикьярда все-таки продлят. Я не знаю на основе чего это вообще зародилось, но вот слух пошел опять такой, что Рикьярда, а может быть мы все-таки оставим. Потому что вроде как Ауди захотелось и Лоусона, и хотят Хлюкенберг Лоусон сделать. Ну пара как мне кажется странная, если честно, для Ауди, все-таки я в Ауди бы, честно говоря, ну на месте, опять же, менеджмента, руководства, я бы в Ауди все-таки садил каких-то двух опытных чуваков. Вот пусть может быть не каких-то там супертопов, но условно какого-нибудь ботаса. То есть людей, прям кто ездил или в топ-командах, или кто как-то ну в целом понимает, как машину-то вообще научить ездить. Потому что Лоусон, как бы хоть парень и быстрый, но все-таки опыта не так много на самом деле, или как бы и Формуле-1, что он там провел. Три гонки у нас получается, если память не изменяет. В общем, слух вот такой вот. Ну и вот по контракту, наверное, пока что, пока что, наверное, все. Непонятно, куда Джо удевать. Куда Джо удевать тоже непонятно, да, потому что изначально это было вроде как, что много китайских денег, много у Альпин желания выйти на китайский рынок, ну, то есть бренд Рено, суббренд Альпин. Опять-таки, да, вот вернулся Гран-при, в этом году был действительно аншлаг, и как встречали трибуны народного героя, который мальчиком на этих же трибунах сидел, когда ты смотрел гонки, и, конечно, все вот эти слезы счастья и умиления. Это, конечно, да. Ну, опять же, видишь, что тут с Кикзаубером проблема, потому что как бы ни Ботас, ни Джо уже, ну, что-то показывать, что не могут. Причем Джо, мне кажется, еще и даже искатился специально с прошлым годом, и как-то, ну, невыразительно стало. То есть вот смотришь трансляцию, а даже и вспомнить нечего. То есть я не верю, что он стал медленнее. Я не верю, что он стал хуже за год как-то резко. Возможно, там какую-то машину спроектировали не в ту сторону немножечко, я не знаю, что-то с ней разладилось. Но это странно, да, на самом деле. Опять же, там про Джо был разговор, что вроде как денег китайских много, а сейчас выясняется, что вроде как не очень много. Короче, не знаю, куда будет Джо пытаться себя пристроить. Я думаю, что все-таки он будет биться до последнего, чтобы остаться в Формуле-1. И что с ней произойдет, непонятно. Про Индикар и, опять же, в контексте контрактов. Ну, я не знаю, опять же, кто-то в курсе, не в курсе, но у Макларен есть очень интересная такая слава вообще. В Индикаре. И Зак Браун себя ведет... Вообще у Макларена всегда была везде интересная слава. Да, и многие стали забывать, что периодически это было настоящим ведром с болта. Да, Зак Браун ведет себя как не очень порядочный мужчина в борделе. Решил всех посмотреть, судя по всему. Потому что вот эти вот чехарда с контрактами, что мы здесь сейчас подпишем, да, это все нормально, да, вы не переживайте. А потом высаживается человек просто... Человек ждет гонку. Мы сейчас говорим про Тео Пуршера, да. Человек ждал гонку просто, он писал в Твиттере об этом. Который в целом даже неплохо начал. Он начал неплохо. Он начал прекрасно просто на самом деле. То есть для новичка, для человека, которого просто выдернули из суперформулы, человек, который сел и просто как бы он поехал, он поехал в середине таблицы. Сразу с ходу, без вкатов каких-то глобальных, без каких-то там супертестов. И тут человек ждет гонку в Лагуна Секе в предвкушении. Он пишет в Твиттере об этом. Он все... Прямо человек ждет. И тут приходит, что как бы, да нет, у вас тут Лолан Сигель поедет. Вот тут за него денег вроде принесли побольше. И в целом как-то, ну вот... А он как будто бы не поехал. А он как... Ну нет, он в гонке вроде финишировал даже плюс-минус где-то нормально. Но в целом, ну я честно сказать... Ну если только чисто финансовый контекст. Если только в этом вопрос... Странный мув такой, да. Странный... Но при этом, опять же, вы Пуршера выдернули из суперформулы. Вы все, то есть... А человек обратно не вернется. То есть вы ему карьеру там сломали. Здесь посадили, пообещали там какие-то, не знаю, там золотые горы, пряничные домики. А по итогу здесь как бы все. Тоже давай до свидания. И вот человек, в принципе, который... Да, выстрадал в титул Формуле 2, который... Ну, блин, как гонщик-то хороший. Да, не все получалось. Да, не все складывалось. Но как бы он хорош. Он объективно хорош. И вот, допустим, и вот сейчас в середине сезона просто ты такой как бы... Ну все, у меня мест нет нигде. И с суперформулы меня забрали, мне пообещали. С Инди меня выкинули. Формула 1, ну, как бы, естественно, меня никто не возьмет. Что, Формула Е? А куда еще? Форму Е! Куда еще идти? Мы стали забывать Формулу Е! Как-то да. А я зато, знаешь, сейчас вот подумал, сейчас когда вот это говорил, я подумал, что я придумал поговорку тоже. А у нас в Лагуна Секи с глазами гомосеки. Но при этом про Тео Пуршера, опять же, есть маленькая, небольшая надежда, поскольку все-таки это воспитанник Альфа Ромео, и так или иначе как-то за него поручались, и он был на хорошем счету, глава, собственно, стейк нынешний, это Алуни Брави, высказался от перспективы Тео Пуршера, что, в принципе, мы на самом деле работаем. То есть, он ознакомился с этой ситуацией, он тоже, честно говоря, был очень удивлен таким вообще мувом, непонятным, странным. и что вроде бы как, ну, какие-то, какие-то вроде бы проблески есть, что все-таки в Индикаре получится где-то, или где-то кто-то выставит третью машину, или четвертую машину, но что-то, короче, может срастись. Если честно, я бы очень хотел. Причем, вот, блин, на самом деле, это было бы, мне кажется, очень так кармически правильно, чтобы Пуршера все-таки посадили обратно в Индикар, и он этого Сигеля просто вывозил бы в каждой гонке. Не знаю, в забор, или хоть куда, ну, блин, вот честно, вот то, что делает Макларен с своими пилотами в Индикаре, я вообще не понимаю. То есть, сколько там, я сейчас, конечно, уже не помню всех этих деталей, но сколько было с Алексом Ройси и с другими гонщиками, вот там, причем, кстати, потом, когда Пуршера по итогу высадили, бывшие гонщики Макларен очень хорошо шутили в Твиттере, по части, что как бы, ну, чувак, что ты хотел, у нас тут как бы это вообще порядки вещей. Надо было смотреть, с кем контракт подписываешь. Вот. Ну, вот такие вот, собственно, у нас пироги. Если по новостям что добавить, докидывай, давай, я с удовольствием послушаю. Да, пожалуй, может, я что-то пропустил. А, кстати, еще, да, ну, это не новости, я не знаю, что это такое. У нас новая камера появилась в Формуле 1. Новый вид. Она стоит на заднем диффузоре, на, где-то так, судя по позиционирую, где-то вот над выходной трубой как будто бы она стоит. И снимает, собственно, вот вид назад. Прикольно, смотрите, я посмотрел пару, я посмотрел старт, и такой, блин, он как бы интересно. Прям регистратор такой впереди и сзади. Надо поизучать этот вопрос. Ну, это очень, там прям, ну, прикольно. Прям, прям очень необычный ракурс, он очень непривычный. Ну, вот, собственно, наверное, все. Вот, собственно, и она, и Барселона. Да. Прикатилась? И приехала, да. гонка, которую обычно принято, наверное, ругать, считать такой проходной, потому что трасса всеми заучена, все ее знают, все ее, с закрытыми буквально глазами, как мне кажется, могут проехать. но при этом, как мне сейчас кажется, да, если раньше, вот, она была, наоборот, такая, одной из самых новых, и, вот, это вот определение того, что если ты здесь быстрый, то ты будешь быстрый практически на любой трассе, да, он, мне кажется, в современной Формуле-1 немножко отошел на второй план, потому что, сейчас очень много и городских каких-то автодромов, очень много стало, там, ночных, утренних, вечерних, разных гонок, и, по факту, мне кажется, что, это теперь далеко не так, да, но при этом все равно, будучи, как мы, опять-таки, привыкли по классике считать, треком тестовым, она все-таки остается неким таким дополнительным, не знаю, мерилом, что ли, знаешь, ты можешь все равно, ну, как минимум, ты можешь сравнить начало сезона относительно середины сезона, то есть, даже для себя, даже внутри своей команды, у тебя есть представление о том, в общем, сколько накатываются кругов на предсезонных тестах. может быть, может быть, понять, собственно говоря, ну да, видишь, сейчас она не принимает эти тесты, мы переехали в Бахрейн, но, тем не менее, вот настолько все эту трассу хорошо знают, но по ней это все равно, сколько гигабайт, терабайт информации собраны. Ты, ты приезжай сюда где-то в середине сезона, и ты можешь действительно оценить и что-то доработать к следующей, гонке, да, или там через одну, там через две, как придут обновления, потому что за неделю сейчас, конечно, вряд ли кто-то что-то успеет сделать и посмотреть, поэтому, вот, на мой взгляд, вот, современная, вот, Парселона, да, и, во-первых, еще и то, что изменили конфигурацию, то есть вернули, так скажем, классическую более, да, без вот этой вот, окончательной, то есть вот, совершенно медленный и такой ломательный для автомобиля третий сектор превратился все-таки в более скоростной, там все равно осталось пара медленных поворотов, но тем не менее, вот вся эта последняя связка, она, конечно, дала больше, чуть-чуть борьбы в конце прямой, да, но при этом нужно понимать, что все-таки машину надо еще и правильно на эту прямую вывести, поэтому кто-то там излишне иногда бывает пытался там как-то переборщить, были все равно сносы, и был не такой хороший, хороший выход, но тем не менее, в итоге, вот, что хочется сказать, что Барселона, она, вот, как мне кажется, в этом году уж точно не была проходной и скучной. Абсолютно с тобой согласен. Я, 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 честно от Барселоны ничего не ждал вообще, и вот на фоне этого ничего не ждания, получил, кстати, на самом деле очень смотрибельную, хорошую гонку, интересную и тактически, и, ну, в целом как-то она это, то есть не было такого, что, ну, какая-то вот скука, да и жаловы, и вообще пошел смотреть, эээ, какой-нибудь кульварный блог, с Юлией Высоцкой, например. Причем, самое смешное, что началось-то еще все, естественно, в квалификации, у нас вообще в этом сезоне квалификации как-то порой даже больше интриги и мундража нагоняют, чем некоторые гран-при, да, когда вот, казалось бы, ах, вроде все понятно, да, ах, вроде все понятно, потом раз, и Норрис выдает просто какой-то феноменальный круг. У Макса-то он был, я такой еще думаю, надо пересмотреть будет анбордик, этот, судя по времени, этот круг, который действительно надо, надо посмотреть, интересно, куда он там, что ехал, где он там, что находил, а потом ты смотришь и просто там, типа, 20 тысячных, ну, типа, 20 тысячных найти, это как вообще, это что надо сделать, и Ланда, конечно, большая молодец, как мы вспоминаем Канаду, как мы вспоминаем Канаду, возвращались, опять же, то есть, 20 тысячных, а попробуйте сделать одну десятитысячную, или сколько-то, 0-10, там, интересно, можно вообще такую информацию найти, до каких-нибудь там миллионах долей, если вот там покопаться, там было, была какая-нибудь разница интересная или нет? Ну, видишь, принято, принято до третьей. Я понимаю, я понимаю, что да, у нас тысячные и так далее. Может быть, даже телеметрия не улавливает, хотя должна, я думаю. Ну, просто не принято, я понимаю, да, я прекрасно понимаю, ты так уже знаешь, из разряда просто фантазии. Я даже не знаю, каким словом, какое слово подобрать, чтобы обозвать вот это вот, это даже не мгновение, что это вообще такое, когда там уже какие-то десятитысячные пошли, это уже что-то вот такое, какое-то вот... Даже не представляю, как это обозвать. Что-то максимально стремительное, да, но при этом надо опять-таки, да, опять хочется вернуться к слову плотность, и вот то, что творилось в квалификации опять, и ты такой, блин, какие все быстрые, какие все рядом, и как все прикольно. Плюс у нас явно, то есть, Мерседес, и была эта фраза кинута не так давно, да, что мы, типа, может быть, сразу за победой не поборемся, но чуть ли не с первой гонки после наших обновлений, мы, типа, поняли, куда копать, да, и вот чуть ли не с первой гонки после наших обновлений мы на подиум приедем. И у нас, собственно говоря, Хэмилтон на подиуме, и Рассел, как бы, около подиума. То есть, Мерседес прям очень хорошо потянулся. Подиум не какой-то халявный, то есть, а объективно, по крайней мере, в Испании, Мерседес быстрее, чем Феррари. То есть, и в квалификации, и в гоночном темпе, и это прям чувствовалось, то есть, там никаких проблем глобальных в борьбе не было. То есть, оно уезжалось, оно догонялось, оно контролировалось. Так что, ну, на самом деле, первый за Льюиса и Рассел на самом деле, наконец-то, хоть подиум случился. Да, на самом деле. Это не победа, а опять же, сколько был гигантский перерыв между подиумами. И, кстати, по-моему, 18-й сезон подряд у Льюиса с подиумами случаются. Если память не изменяет. Но прошлый год был первым без побед вообще. У него же не было. Но подиумы были. Но подиум в итоге случился, да. А это был как раз таки, он, по-моему, первый прервался за всю его карьеру. Это был первый год, когда не было ни одной победы. А последний подиум был, по-моему, в Мексике, что ли, прошлого года. Ну, я точно сейчас не помню. Короче, в прошлом году он просто был. Возвращение на подиум, и действительно, это здорово. И для самого Льюиса, и, конечно, знаешь, в голове все равно, что это какой-то относительно молодой пилот, а ты понимаешь, что нифига нет уже, да, вот по современной меркам. И реально, рядом с ним уже какие-то вот эти звездюки. Это прям другое поколение. И юнцы прыщавые какие-то. То есть, это просто, да, какие-то юнцы, а вот Льюис уже кажется как бы, ну, максимально взрослым человеком. Такое офигеть, конечно, как быстро летит время. А кем он, собственно, является действительно, да? Не, ну, подождите, сколько он, он 17 лет уже в Формуле-1. 18 получается. Да, да. 18-й сезон, это прям ветеран-ветеран. Ветеран в Формуле-1, да. И, конечно, это, ну, здорово, да, здорово. Ну, мы так сразу перепрыгнули чего-то куда-то туда, к подиуму, но я думаю, что вряд ли для кого-то будет спойлером. Так же, как и будет спойлером то, что, как я назвал это в пяти быстрых выводах, что творят британцы. Отчасти потому, что 4, то есть у нас вторая, третья и четвертая позиция все занимают представители британской гоночной школы, что тоже довольно интересно и немаловажно, наверное. Ну, и отчасти я это говорил потому, что самое красивое, что было в гонке, именно вот с точки зрения такого вот гоночного кайфа, это, конечно, сражение того же самого Норриса и Джорджа Рассела. на протяжении практически целого круга во всех любых поворотах, каких только можно и мы опять-таки увидели такую вот классическую гоночную борьбу, которую, к сожалению, Формуле 1 мы в последнее время видим довольно редко, но вот с этим регламентом и с тем, что я тогда умолял, чтобы шины были хоть чуть-чуть по износостойке, чтобы они могли хоть подольше это делать, вот иногда мы такое видим все-таки. И, конечно, да, вот эта борьба с попыткой, там, знаешь, перекрестить, перехитрить, подловить и ехать действительно параллельно в разных поворотах, в очередной раз доказывая, что не существует необгонных трасс, не существует необгонных поворотов, нужно грамотно применить умения, ну и чтобы техника, конечно, позволяла. Кстати, мне очень понравились вот эти все обгоны, которые проходили по внешней траектории. Их было несколько штук, но это прям так хорошо, это прям видно, что это тяжело удержаться, ты едешь в газ, тебе нужно вот это вот, и чтобы ты вообще не вылетел никуда, тебя там нигде, там не корректируют, ничего нет, нет, было там газ не отпускать, и это прям было вот прям хорошо. И прорасл отдельно, конечно, его старт. Вот этот маневр перед Леклером, вот в эту дырочку вот тут просто пролезть и вот с крайнего права, я-то условно говоря, с правой границы до левой доехать и повернуть, и опять же по внешке все это проехать. Это было прям, ну очень красиво, конечно. Какой-то джамп-старт, но прям, прям хорош. Я очень сильно прям кайфанул. Кстати, как ты считаешь вот много мнений о том, что, да и сам Ланда в принципе высказался о том, что гонка была проиграна именно на старте? Ну я думаю, что он прав. Мог бы он затащить, мог бы он затащить этот гран-при? Он мог бы затащить гран-при, не проспав старт и в который раз уже то ли, ну блин, опять же списывает недостаток опыта уже не получается. Ну как бы пилот уже опытный. Здесь, знаешь, как-то небольшую поблажку можно дать тому, что тут левая дорожка она все-таки похуже. Я сейчас даже не про старт, а про его тактические решения, которые он принимает, стратегические решения, которые он принимает сам по вопросу пидстопов, по вопросу типа давайте еще задерживаться, мне кажется, еще на моменте пидстопов он проиграл несколько секунд. Когда вот он начал пересиживать зачем-то. Я понимаю, что он хотел сделать, но в целом, я думаю, что вот здесь еще тоже крылось пара секунд отставания потенциальных, и он мог быть ближе к Максу, возможно, и в конце гонки мог еще даже кто-то прессинговать. поэтому вот здесь вот Норрис молодец, но вот ему чего-то, но чуть-чуть не хватает. Вот он то ли нервничает, то ли что-то с ним происходит, то ли вот вот этот прессинг, когда ты едешь первым, и ты не знаешь, как реагировать, когда вот перед тобой человек ехал, он свернул в боксы, а ты думаешь, а вот сейчас как шины прогреются, а какой у него будет пидстоп, а что делать, а попробовать еще пересеять, а попробовать еще оторваться, переносить трассы свободны, но может попробовать сейчас что-нибудь там выдать, какие-нибудь пару суперкругов, и вот здесь, мне кажется, и он как-то вот еще пока что, не знаю, сам себя подводит, мне кажется. Вот, поэтому, но зато мы видим, зато мы видим тот самый риск, то самое благородное дело, и по крайней мере, какие-то хотя бы попытки, да, что-то вот отходить от привычных накатанных рельс, вот этих, да, когда все одновременно сезжают. С одной стороны, да. Вот это вот целая эпоха Формулы-1, когда мы смотрели за тем, что все вот как стартанули, так едут, все друг за другом заехали в пяты, никто никого там толком не пересидел, не переиграл, и все так же примерно и выехали потом обратно. А здесь прямо вот, знаешь, когда разница в стратегии уже там идет там, исчисляется практически в 10 кругов, это уже что-то интересное, да. Опять-таки, нужно доверять своей машине, как ты работаешь с резиной, понимать, как она это делает, но еще немаловажно, что, ну, Макларен-то был быстрее, то есть в этот раз, в очередной, в очередной раз Red Bull была не самой быстрой машиной здесь. У Red Bull были хорошие прямяки, Red Bull очень много отыгрывал именно там, но опять-таки, не стоит забывать, что у Макса на эту гонку стоял новый двигатель полностью, абсолютно, вообще весь. И мы помним, какие были проблемы у него уже не так давно, постоянно жалобы на вот все вот эти вот гибридные составляющие, да, там отсутствие батарейки, отсутствие там что-то незаряда, еще чего-нибудь. Так что здесь в целом, вот не поменяя, наверное, а не двигатель, возможно, опять-таки, не было бы этого хорошего старта, который у Хонды всегда неплох, да, не было бы вот этого всего, но, опять-таки, на финише, как Ланда гнал, да, вот мог ли бы, вот у меня нет ответа на вопрос, прибавил ли Ферстаппин, потому что по ощущениям Ланда было видно, что выжит как лимон. как будто бы у Ферстаппин запас еще был, не загонять этот мотор, вот как будто бы еще, вот еще чуть-чуть, что еще был какой-то запас по темпу, Потому что там 2,2 на финише, при условии того, что у Ланда был запорот второй питстоп точно, вот я, к сожалению, так и не посмотрел, сколько было у него на первом питстопе, потому что, по-моему, там тоже какая-то заминочка была, то есть вот там, знаешь, здесь секунда-полторы, там еще, вот они отсюда все как бы и берутся, да, вот и в конце вот эти, казалось бы, ничтожные 2,2, еще раз напомню, это была гонка без единой машины безопасности, без единой остановки, без единого какого-то вот перемешивания и там, знаешь, возможности там не вовремя перебутаться, то есть это реально чистое время гонки, и в конце 2,2 секунды, тут ты такой, блин, вот насколько важна вот эта вот там, значит, слаженность на питстопе, например, насколько важна любая мелочь. Кстати, в принципе, в Испании питстопов было за порт, я считаю, достаточно много, то есть много ошибок на питстопах было, то есть даже у топовых команд. Да, конечно, Максу выдали 1,9 секунды за второй питстоп, это было, конечно, прям потрясающе, или за первый, не суть важно, то есть вот, это прям очень важно, то есть у тебя здесь 1,9, у соперника 3, вот тебе секунду просто тупо на питстопе, а секунда, как бы, ну, уже достаточно существенная единица времени в данном случае. Вот, но, опять же, то есть непонятно, что произошло с Red Bull, и по ощущениям дальше будет только интереснее, потому что вот, ну, нету вот этой какой-то прям самовозности, дурацкое слово, я не очень люблю, но вот, ну, как-то вот нету вот этого ощущения, что вот здесь вот... явно доминанта у нас нету сейчас. То есть, да, то есть или McLaren подтянулся, или Red Bull подгулся. Они, безусловно, это сделали. А может быть, это и другое произошло? Сейчас еще подтягивается Mercedes, и Mercedes сейчас явно становится абсолютно четвертой силой, полноценной, да, если брать по, если брать по сейчас Испании, то, ну, если еще и Канаду вспомнить, то, наверное, у болельщиков красной команды становится все грустно, но пускай вспоминают Монако, вот, там можно, можно от одной мысли о Монако можно ходить колесом, тем не менее, опять-таки, я думаю, что далеко не все потеряно, пробуют, что-то привозят новое, не так работает, сейчас откатят назад, и я думаю, мы увидим еще скорость Феррари в этом сезоне, тем не менее, вот у нас уже четыре команды. Да, если в сухом остатке смотреть сейчас на таблицу, там как будто бы довольно-таки много, сколько там, 60 очков же, по-моему, даже больше. Mercedes проигрывает, да, я тоже смотрел кубок конструкторов, и там Mercedes прям... Я даже за первую позицию в личном зачете там у Ферстаппина все равно преимущество там оно значительное. С другой стороны, это пара гонок вне первого места, а то и сходов, а то и каких-то там... Ну, коллизии аварии, да, я понимаю. Ну, вот. Благо, что он такое редко случается, но тем не менее, поэтому и там не все еще потеряно, да, то есть это не преимущество там, не знаю, двукратное, знаешь, как бывало когда-то. Поэтому вот у нас есть четыре команды, и то, что ты правильно говоришь, мне кажется, что все только начинается. Вот этот сезон, он какой-то совершенно, да, такой вот невероятный абсолютно. Насколько все перемешивается, и при этом ты постоянно смотришь куда-то в середину, а там тоже все очень плотно. То эти выстрелы, то те, да. Здесь вот был сейчас прям как будто бы в Заубере вспомнили, как ездить по Барселоне, да, там выдали по два хороших круга в квалификации. Ну, в гонке все на свои места встало, да. У того же Джо опять ничего не получалось. Как-то он там все через пень колоду, да и Ботас там тоже не особо, не особо блистал, да. Но, тем не менее, в квалификации оказалось, что вот они тут совсем хороши, а те же самые Visa, Cash, АПП и прочие платежные системы, вот у них плохо все. Ну, вот перемешивается постоянно, вот постоянно. Все, реально, то есть вот то ли с настройками под трассу под конкретную, кто-то попадает, кто-то не попадает, то ли реально машины вот у всех настолько неуниверсальные, и это хорошо в каком-то смысле, что у нас тут получается борьба постоянно. То есть кому-то хорошо идет квалификация, кого-то нифига нет гоночного темпа. И наоборот все происходит. И у нас, конечно, что самое классное сейчас, что у нас, во-первых, сейчас впереди гран-при интересный в плане смысла трассы. То есть и по опыту прошлых лет они сейчас тут непредсказуемые. То есть в Австрии у нас всегда было плохо с Мерседесом, но хорошо ехал Рэдбул. Что будет сейчас здесь, непонятно, кто как настроится под эти горные дороги, под эту горную трассу. Вот и в принципе сам... Спасибо. Как трасса-то называется в Австрии? Шпильберг. Он же специфичный сам по себе. То есть сама конфигурация трассы, она вроде бы на нее смотришь, она же простая какая-то вообще, она просто элементарная. А когда ты на ней даже в Sim Racing даже хоть на чем ты на ней едешь, она же сложная. Она же очень сложная. То есть как там что настроить, какая будет погода. У нас там потом будет... Это же еще... Это же трасса... В прошлом году было выдано сколько там суммарно минут штрафа. Это же просто жесть. Граница трассы, да? Последний поворот. Граница трассы. Трасса короткая. То есть там будет трафик будет, во-первых, еще в квалификации. И тут же, да, мы смотрим, Red Bull был раньше здесь хорош, Mercedes был плох. Смотрим сейчас, что у Red Bull всегда был хорош в Monaco. В этом году в Monaco... У Red Bull всегда был хорош в Monaco. У Red Bull в этом году в Monaco не получалось ничего. Вообще не получилось ничего. И причем, опять же, еще момент. У Red Bull по большому счету сейчас только одна машина. Потому что если раньше Перес просто проиграл Максу свои 3-2 десятки, то когда... И когда машина была топовая, прям доминирующая, хорошая, классная, крутая машина, универсальная, подходящая почти под любые трассы, то когда дела идут не очень, у чека они идут просто плохо, из рук вон плохо. Штрафы, какие-то невнятные квалификации, мы едем там в конце очковой зоны, и ничего мы сделать не можем, по большому счету. Да, был прорыв, случился небольшой, но прям какого-то вау-эффекта не произошло. И то есть сейчас сражаться в Кубке Конструкторов, опять же, при условии, что у вас там две плюс-минус похожие Феррари, которые, ну, плюс-минус, опять же, они на кого едут, или Клэр и Саенс. Мерседес, если сейчас подтягивается, ну, с ними как бы бороться тоже сложно. Если они приезжают там третьими-четвертыми постоянно сейчас, начнут вот эту всю традицию возрождать, тоже непонятно, как работать. И с учетом, опять же, предстоящих трасс, опять же, Сильверстоун, Сильверстоуни, у нас и Рэдбул, и Мерседес всегда хорошо было. Но Макларен, как бы, мы в лучшей форме не видели, поэтому пока непонятно. То есть, вот у нас, мы, кажется, сейчас вот реально начинаем, вот только-только, как будто сезон начался. Вот как-то вот, вот прям, так вот. Как-то с таким, короче, флером прям борьбы. Максу, наверное, единственное, что вот он на финише не выглядел таким усталым. Видно было, что как бы Норрис прям гнался и прям выжатый был, как лимон. И еще ему, мне кажется, не здоровился весь уикенд, потому что он весь уикенд кашлял в локоть. Там даже было очень смешное, смешное такое эпизод на после, после коллекционного интервью, когда Льюис там от него отмахивался, знаешь, боялся бацил, как будто бы там, ну, такой интересный, забавный сюжет. И потом на подиуме Ландо тоже что-то там дохал. Но он выглядел действительно очень, очень выжатым. Макс все-таки пободрее смотрелся, несмотря на жару, несмотря на то, что опять, потому что вот, ну, это, наверное, к тому, что все-таки, я думаю, какой-то запасик был, но тем не менее, это не победа, знаешь, которая сделалась по щелчку пальца. Это не какая-то легкая вещь. Это действительно борьба на старте, да, вот это вот именно с Ландо там и чуть ли не по траве там двумя колесами, чтобы все равно удержаться. Потом борьба с Расселом какая-никакая. То есть, его нужно было проходить, нужно было делать это как можно быстрее обратно, да. И мне кажется, что у него не было, в принципе, шанса за гонку максимально как-то вот именно совсем выдохнуть. То есть, он всегда был, да, наверное, не на пределе, я думаю, что запас был, но при этом вот в очень сильном темпе, чтобы все-таки не догнали. Поэтому это надо было прям, то есть, это нелегкая победа, и это прям, и получается, что с каждым разом эти победы как будто бы все труднее и труднее, когда они есть. А в этом сезоне они есть не всегда. Оттого интереснее. При этом мне нравится, как себя ведет Макс, да, он абсолютно спокоен, у него нет вот этого, ну, проиграл и проиграл, поумерла и умерла, ну, что такого, да. А если выиграл, ну, выиграл, как бы, ну, и клево. То есть, вот, что бы ни происходило, да, то есть, даже там в квалификации, он всегда улыбается, он всегда так спокойно реагирует на все, говорит, ну, круто, зато погоняемся, да, то есть, видно, что чувак прется от того, что действительно сейчас у него есть возможность погоняться. и это немаловажно, мне кажется, в целом, для сезона, ну, и для спорта, конечно, тоже. Есть, конечно, еще вариант, что вот в этих вот предельных уже около квалификационных режимах, ну, в контексте все-таки гонки, что Red Bull, возможно, потенциальнее, почему Макс не такой, может быть, уставший, что Red Bull, возможно, просто более предсказуемый и более легкий по управлению, и что на Маккаре нифига, нифига, блин, все-таки машина, мы видели это много раз, у Макса машина очень нервная, вот нифига, она не дает расслабиться. она может быть нервная, но она Максу очень хорошо подходит, то есть, ему с ней, он ее понимает, я вот к чему. Но, тем не менее, это постоянная работа, то, что происходило, и мы смотрели на то, что было на тренировках, да, там было вообще, то есть, средний сектор не давался от слова совсем, машина там, знаешь, от недостатка уходила в избыток очень легко, и ты просто там, это делалось там, не знаю, на апексе поворота, и он туда-сюда ее ловил, там, и пытались они с этим что-то сделать, перенастроить, и вот, ну, что-то получилось, но, тем не менее, все равно, по ходу гонки были от него опять жалобы, что, блин, это, ну, как бы не то, и я думаю, что не дает она ему расставиться, все равно не дает. Может быть, да, что он просто привык к такому, то есть, если ты всегда ездишь на нервных машинах, ты к этому более так спокойно относишься, но, тем не менее, я думаю, что ей очень нелегко управлять, ну, собственно говоря, Серхио Перес тому доказательство, невозможно ничего сделать. Ну, тут вопрос к Серхио. Здесь Перес, который, когда ему даже не надо было шины экономить, да, он там еле-еле догонял Альпин, как бы, то есть, тут вот, все очень странно, да, я уж не знаю, там, это автодром как-то так все взгладил, именно Барселона, но, как-то вот, в общем, дела у Редбула очень интересные сейчас обстоят, за этим хочется понаблюдать еще. Я думаю, что мы будем прям очень, очень много еще чего видеть, но, то, как скатывается Перес, честно говоря, не лезет ни в какие ворота уже. Так, у него пятая позиция теперь в, собственно, чемпионате, и да, вот я как раз табличку открыл, у Макса, как я говорил, да, даже не 60, 69 очков преимущественно. Казалось бы, как будто бы дофига, но, тем не менее, нет, это действительно пара-тройка гонок не в его пользу, и уже все будет совсем по-другому, а Ланда, благодаря своим потрясающим выступлениям, уже прорывается на второе место. Вторая позиция за ним, потом идут оба Феррари, и только пятый, Серхио Перес, а в начале этого сезона говорили, что Редбулл это вновь самовоз, сезон будет скучным, я не буду смотреть, и так далее. Папа Серхио Пересом, мы будем чемпионами. Да, да, и это еще окончательно не подтянулся Мерседес, то есть Мерседес начинает по факту ехать только-только сейчас, ну, по крайней мере, по Барселоне это было видно, я надеюсь, что, значит, они понимают, что они делают, и действительно, это вот в какой-то степени относительно теперь показательная трасса, да, именно, наверное, по балансу машины, поэтому посмотрим, я думаю, что у них что-то должно быть тоже, поэтому вот 4, 4 команды, да, в разной степени, тем не менее, да, наверное, все-таки Макларен ближе всех сейчас с Редбуллом, но, тем не менее, есть еще 2 довольно сильных машины. Конечно, большое отставание от первой тройки по очкам, но, опять же, 14 гонок впереди, и тут еще сколько всего может случиться, опять же, мы вспомним предыдущие года, и столкновения, и аварии, и взрыв покрышки у Макса в Азербайджане, то есть, ну, много факторов, просто нереальное количество, опять же, с учетом вот этой вот хаотичности техники, кто-то прибавляет, кто-то не прибавляет, кто-то начинается какие-то проблемы, как вот здесь, вот что происходит сейчас у Хонда Редбула, непонятно, откуда взялись проблемы с рекуперацией, с Керсом, со всем этим, со всей вот этой историей, куда все это вот, что это, просто разовая история, или что, ну, в общем, короче, сезон прям классный, вот эти вот сейчас в Испании, мы еще раз получили там подтверждение, что, блин, только все начинается, сейчас будет очень круто, сейчас будет очень интересно, что у нас там будет, у нас дальше идет, я даже представить боюсь. Единственное, кому совсем плохо, это все еще Заубер, вот у них ноль очков до сих пор, и как-то не собираются они с этой позиции, как будто бы даже слезать, есть иногда проблески какие-то, хотя бы в квалификации, но в итоге, как-то вот, ну, опять-таки, будут вывозить на харизме Ботаса, значит, фиг с ними, с гоночными результатами, просто наблюдаем и машем. А еще один вопиющий случай, конечно же, где бы он мог произойти, конечно же, в команде Феррари, который как будто бы, я просто еще вспомнил, потому что я про Ботаса вспомнил, Ботаса у нас такое ощущение, как будто, знаешь, работает вот этим, как-то полевым корреспондентом, как они там называются, не знаю, военкор, или какой-то, знаешь, гонзожурналистика, гонзожурналистика, когда ты такой просто внутрь, внутрь прыгаешь там, вот он такой прыгнул в гоночный костюм, и, собственно говоря, к чему подвожу, да, у нас было, было, произошло, произошло происшествие, вот, произошел несчастный случай, я бы так сказал, между двумя Феррари, как потом выяснилось, и как ругался Шарли Клер, что мы договаривались там особо не бороться, и вообще на этом отрезке нас спросили обоих там, беречь резину, с чем был не согласен Карл Сайнц, тем более на своей родине, тем более, собственно говоря, последний год Феррари, что ты мне сделаешь, я в другой команде, вот, и, опять-таки, возвращаясь к обгонам по внешке, и вообще хорошей борьбе на трассе, в общем, обгоняет Шарли Клер, делает немножко неуклюже, в общем, не хватает им там места, в итоге, Сайнц уезжает наружу, повороты срезать, а Леклер, я так понимаю, лишается кусочка переднего антикрыла, и, как смогла запечатлеть камера одного из болидов, уже припаркованных после гонки, они там прям жестко это дело обсуждали, после этой самой гонки, с жестикуляцией, с объяснением друг другу, видимо, кто прав, кто не прав, и вот что самое смешное, почему я вспомнил Боттеса, мы вспоминаем драку Макса Ферстаппина и Эстебана Акона в Бразилии, ну, как драку, потолкались, разошлись, но там стоял Боттес, значит, в костюме Мерседес, у него так еще смешно, рука так вбок, знаешь, как будто бы чуть-чуть, вот он такой вот, знаешь, как будто бы так вот, и вот он прямо вот, он в полуметре стоит и наблюдает, и точно такая же картина, значит, эти два красных, значит, друг друга, ну, конечно, не мутузят, но идет разговор после гоночной, вот этот, когда все еще на эмоциях, понятно, что они уже там через два дня это забудут, но сейчас это вот оно как будто бы враги, прям, знаешь, и вот Боттес примерно в такой же позе, опять вот эта ручка наоборот, и опять в полуметре стоит, знаешь, как это, наш корреспондент с места события Вальтери Боттес, потом мемуары, когда будет писать, я думаю, что, значит, это будут подробно расписаны диалоги, что кто кому говорил, как и что кричал Макс, и что говорил Шар. Кстати, вот биографию Боттеса я бы почитал, вот если он выписал книгу, мне кажется, это будет очень интересный вообще рассказ, и там его годы в Мерседесе, и в Вильямсе, и вот сейчас уже в Стейкзалбере. я надеюсь, что это будет такой панк-бестселлер, где будет написано там глава, ну там первая, не знаю, юные годы, детство, глава вторая, там какой-нибудь спортивный картинг, глава третья, мои великолепные годы без соперников в GP2, и потом там типа глава, не знаю, четвертая, пятая, Мерседес, там написано, топтал я в рот ваш Мерседес, и все, на этом заканчивается глава про Мерседес, и дальше, говорит, лучшие годы моей жизни, и там начинается трэш, панк, угар, не знаю, садомия, и все, что угодно, и, ну, наверное, будет хорошо, тем более, помогут написать, тем более, финны уже научились книжки писать, не все, правда, не все научились переводить, вот, но тем не менее, я думаю, что да, можно было бы почитать, давно не было гоночной литературы, как будто бы, так хорошо начали год, сейчас как-то вот все, подзатихло, 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 хотя, вот, честно признаюсь, еще ничего тут целиком не прочитал, я тоже, про Сайенса, еще буквально пара моментов, они все связаны с Льюисом, во-первых, это их борьба на трассе, и очень красивый обгон, очень красивая борьба со смещением, с этим, ты как вообще считаешь, там нужно было давать штраф, отдавать позиции, нет, я же всегда максимально против всех этих сраных штрафов, ну, я тоже считаю, что достаточно чисто все как бы было проведено, как бы, да, агрессивно, но в целом в рамках правил, то есть, и что там, мотивился Сайенс, причем так, так упорно про правила, да все опять матерились, все опять матерились, все опять, все опять ныли, все, и мне еще понравился, где-то встретил кусочек интервью, Сайенса, по-моему, это еще даже было до гонки, может быть после, но, опять же, не суть важно, что поправить, у него очень большая обида, на то, что, собственно, его высадили и заменили место Льюисом, Сайенс хороший пилот, безусловно, то есть, никаких там, каких-то глобальных претензий, мне к нему нету, но у него проникнула такая фраза, из разряда, что, ну, конечно, типа, вот тут семикратный попросился Феррари, и меня, типа, высадили, как бы тут, 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 тут бы мне хотелось бы немного Сайенсу сказать, что, как бы, я рад, что у тебя самомнение, я рад, что у тебя, как бы, высокая самооценка, все прекрасно, ты там оцениваешь, как бы, себя там хорошо и высоко, но, блин, давай смотреть на вещи трезво, чувак, вот, вот, без шуток, давай просто посмотрим на вещи трезво, как бы, блин, ну, ну, здесь вот у нас есть семикратный человек, который поездил в разных командах, который, безусловно, как бы топ из пилотов, из, как бы, из высшего ранга пилотов, как бы им, ну, то есть, как бы, можно не любить Льюиса, можно по-разному к нему относиться, но, опять же, обесценивать его талант, как бы, ни в коем случае нельзя, и второй момент, как бы, ну, опять же, даже если мы откидываем твое, все вот мастерство, и берем тупо маркетингу составляющую, ну, как бы, ты вспомни, как все разгорялось, когда появились слухи, что Льюис, Льюис Феррари, ты вспомни, это уже было два или три дня продолжалось, когда все, да ну нафиг, да не может быть такого, да как это так, да вот это все, ну, вот, короче, я понимаю, что ему обидно, я прекрасно понимаю, но, мы стали забывать, что Карлоса Сайнса когда-то вообще не показывали, да, и это была шутка, каждого гран-при, ты типа мог считать, сколько секунд, Карлоса Сайнс был на экране ваших великолепных телевизионных приемников, понимаете, когда-то ноль, его вообще не, он не, вот просто, все, Карлоса Сайнса, по-моему, это было время Тора Росса, особенно ярко, если бы это изменяет, не показывали, был, не был, непонятно, вот все просто, так что, знаешь, как бы, тут тяжеловато побороться за какие-то, за мнение народное и за любовь народная, когда тебя даже не показывают, я бы хотел как-то выделиться, я думаю, что, да, даже, даже, Николс Лтефи больше показывали, чем Карлоса Сайнса, вот, в свои года, соответственно, поэтому, да, но вот это, я не люблю, когда так начинают сказать, ну вот, конечно, позвали, ну, блин, стал бы ты семикратным, тебя бы позвали, ну, не всем дано, понимаешь, это же звезды должны сойтись. Но Сайнса, Сайнса, опять же, конечно, отчасти понять можно, по большому счету, вот сколько мы сегодня обсуждали, все его контракты потенциальные, которые могут случиться, но, ничего, уровня Феррари там уже все равно нету, то есть, не важно, что мы берем, Вильямс, да, потенциально мотору Мерседес, да, могут поехать куда-то, Альпин, середнячок, Кикзаубер, середнячок, сколько лет пройдет, пока они раскрутятся, и раскрутятся ли вообще, тоже не ясно, то есть, поэтому, в принципе, всего продолжения карьеры, это все-таки, мне кажется, это такая уже последняя голова карьеры, все-таки, ездить в топ-командах, и ездить не в топ-командах. опять же, если мы берем нынешнюю молодежь, да, вот эту звездную, он старше, он объективно старше, то есть, и Ауди, это проект долгосрочный, то есть, нужно понимать, что, ну, что-то выстрелит, ну, вряд ли, что прям вот с первого года мы там поехали на подиумы на все, там все брать, вообще, там с шашка на голо, Альпин, Бриаторы, туда-сюда, но опять же, я не верю, что это будет прям взлет сразу какой-то сумасшедший, а это все равно сейчас, условно, два года еще пройдет точно, на вот эти все становления, переходные периоды, новый регламент, мы сейчас там здесь прикатиться, въехать туда-сюда, сработаться и так далее, поэтому, в принципе, я думаю, что он понимает, что, наверное, чемпионского титула уже не будет, будет, да, будут гонки, будут хорошие гонки, крепкие, но топ команд уже не будет, то есть, может быть, конечно, какая-то случится ситуация, что там кто-то там, кого-то выгнали, там, Переса, условно, там, просто там выкупили контракт, какая-нибудь история такая, Золушки, но, наверное, уже все-таки нет, вот, вот такие вот мысли, собственно говоря, как-то грустно сразу, да, ну нет, почему грустно, давай поругаем, станет веселый, давай поругаем пиастре, бесит, что нует, бесит, давай поругаем пиастре, а что его ругать-то, ну, всрал себе квалу, а дальше тяжело, и все, квалу всрал, потому что списали круг, а на втором круге, я это немножко прованговал, я говорил, что, блин, ну, сейчас у него, как бы, ему деваться некуда, надо пытаться быть, как бы, аккуратным, да, потому что, ну, одна ошибка, и ты ошибся, все, у тебя последняя попытка, все, ну, все, как бы, у тебя даже, у тебя даже не квалификация, у тебя такой супер лап, как бы, вот, и вылетает, ошибается, и все, засранное в итоге, то есть, старался, ехал быстро, старался, так и в гонке ошибка была, опять же, ну, это уже, типа, понятно, в середине ехать всегда тяжело, понимаешь, как бы, поэтому, вот, но, опять же, впереди Переса, что ругать, опять же, впереди Переса, кстати, очень неплохо, Red Bull обогнал, и что ругать, как бы, ну, вот, блин, тоже, опять-таки, мы забываем, что чувак, как бы, не самый, скажем так, опытный, просто у него были хорошие гонки, были хорошие выстрелы, он в целом молодец, и фабрика по клонированию Макларен работает отлично, но, тем не менее, ну, блин, имеет право ошибиться, в конце концов, и не такие, знаете ли, ошибались, ну, а вот это определенно точно, да, поэтому, я говорю, я бы больше поругался, что опять началось, понимаешь, Макса выдвинули на траву сразу, он меня выпихнул, да, блин, камон, чувак, мне кажется, ты поржал в этот момент, ну, вот, это, это как вот, в какой-то момент кто-то задал тему, в какой-то момент на это отреагировали, в какой-то момент за это там, условно, дали штраф, потому что начали только из-за того, что кто-то что-то сказал рассматривать, и теперь это уже как само собой разумеющееся, надо, не надо, как в футболе, если рядом кто-нибудь пнул что-то, надо на всякий случай упасть, вдруг судья не заметил, значит, дадут пендаль, например, отлично, выигрываем, или там, хороший штрафной, все, то есть, это такая уже, именно, вот, правила игры, которые заведомо такие, типа, вот, а вот он, и вот, а вот он, что-то, а с другой стороны, все, ну, да, а с другой стороны, на вне все методы хороши, и знаешь, ладно бы они такие, типа, вот он, пи, этот самый, вот, как я даже не знаю, нехороший человек, вот он, да, вот он, урод моральный, выдавил меня, и там заржал что-нибудь, а тут именно что, ой, ба-ба-ба, да этот меня, а этот меня, а этот опять, а этот тут, да что такое, ба-ба-ба-ба-ба, берите пример, вон, опять, сандикаровцев, поржите хоть когда-нибудь, хватит уже, хватит уже ходить, как эти самые, он есть сегодня тоже, там, ребята скинули, тут же выложил, в диванную телегу, где, знаешь, типа, перекрыли тебе дорогу, выехали перед тобой, ты ему не факулю показывай, а большой палец над головой, молодец, всегда так делай, вот давай, 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 вот, и конечно, это, ну, это очень круто, как по-другому выражать эмоции, когда это все превращается в то, чтобы выцыганивать себя, уж извините, после того, как я это опять-таки, в пяти быстрых выводах, сказал, многие приняли это исключительно, насчет цыгана, но тем не менее, выцыганивать себе, какие-то там, вещи, только из-за того, что начинать жаловаться, при любом удобном случае, да блин, камон, хорош, хватит, поржите, скажите, вот он урод, вот он урод, блин, как он так мог, что-нибудь такое, не знаю, там, подурачьтесь, нам не до этого, мы тут Формулу-1 управляем, в общем, вот, ругаюсь на них, хватит, передаю им, знаешь, вот это у нас, ментайная связь, я ментая своих передаю, хватит, давайте уже, куража больше, нужно больше куража, меньше агрессии, больше куража, так бы я хотел бы, так бы, как бы, как бы так бы, как бы так бы, что там еще-то такого было примечательного, Феррари косточки перемыли, за Мерседес порадовались, Альпин немножко похвалили, Макса обсудили, Ланда обсудили, кто у нас там остался-то из таких неперемытых, хочется, наверное, как-то, виза кэшап, и какой-то очередной провал, хотя привезли обновление, ну, короче, что-то там не поехало, у них там все понятно, да, и там какие-то проблески, иногда опять у Рикарда, потом их опять нету, потом они вроде опять есть, но в этот раз были, тут что-то опять у Цинода, ничего не пошло, Цинода вспомнил, как не надо ездить, видимо, и как-то вообще, туда-сюда, как будто бы что-то с машиной было, там все началось с квалификации, опять же, квалификация провальная, как бы, и все, оно там, нету такой машины, опять же, ультимативно, какого-то такого орудия, чтобы взять и прорваться, там сейчас совсем, ну, Переста не прорвался, а что тут про это говорить? С Хасами все понятно, по Заубер тоже самое уже обсудили, ну, наверное, что Астон Мартин в этом сезоне, это, наверное, самое большое разочарование, но опять-таки, у меня какие-то ощущения, что это все неспроста, это вж неспроста, очень может быть, потому что, да, их форма начала уже проседать к середине сезона и там ближе к концу сезона прошлого года, да, и каков был стремительный взлет в начале, да, это было просто широко раскрытые глаза, и все это вполне себе объяснялось подходом, подходом именно к организации деятельности команды в данный момент, да, и привлечением специалистов, и вообще всем чем угодно. Что сейчас это, вот у меня где-то такая, знаешь, как это вот слово, чуйка, у меня какое-то вот ощущение, что это все тоже неспроста, это какое-то вот сатишье из серии, мы сейчас делаем что-то вот туда более такое интересное, а сейчас нас там плюс-минус что-то вроде как устраивает, ну, вот не всегда все получается. возможно, это просто реально долгосрочное планирование, что как бы, ребят, ну, мы ни за что не боремся, ну, нафига мы сейчас будем тратить кучу денег, ресурсов, человека ресурсов, часов, забивать на базе людям голову, что вот, а у нас тут не получается, давайте вот это. Но будем мы ехать не в начале второй десятки, а в конце первой десятки. ну, то есть глобально каких-то там преференций вы на этом не наберете. Поэтому, может быть, стратегический ход. Возможно, как бы, опять же, поскольку команда такая достаточно хитрая и самобытная в каком-то смысле, может быть, это вот как-то сейчас вот это сработает. Опять же, он из Феррари сперли директор исполнительного. Сейчас, может, построим какую-нибудь замечательную, не знаю, команду мечты. Бреаторе. Вам нужен Бреаторе. Им нужен Бреаторе и им нужен Эдди Джордан. Сразу? Чтобы максимально хардкорно все это было. Просто, чтобы Бухой валялся в боксах где-то сбоку. Отбитые ирландцы всегда нужны. Обязательно. Просто, чтобы был. Просто, чтобы был. Вообще, может, ничего не делать. А кто будет на гитаре играть? как талисман. Как талисман просто. Это что такое? В углу лежит, храпит этот талисман. Он будет играть на гитаре. У меня же есть свои группы. Ну, тоже хорошо. Трунь! И все, уже как-то сразу веселее стало. Труни на пятое место сразу, да. Два труня, и ты уже на... Два труня, и ты на подиуме, что называется. Вот. Видишь. Ладно, друзья, это был суперский уикенд. Правда, гонок еще столько хочется пересмотреть. Не все успели обсудить, но у нас впереди, насколько я понимаю, чуть ли не тройник же, да? У нас тройник, ты все правильно понимаешь. Поэтому как-то наверстать и что-то там пустить, но если я что-то посмотрю в ходе этой недели, в которую у меня тоже довольно сложная и загруженная, то если будет что-то максимально интересное, обязательно обсудим это после уже гран-при Австрии. Да? Ну, а сегодня я думаю, что... У нас, кстати, на самом деле такой тройник-то прям интересный. Потому что Испания, Австрия и Сильверстоун. Три автодрома просто не похожи на друга. Один тестовый, один горный, один ровный как стол и как бы широченный, и быстрый. И, мне кажется, опять же, еще и какой-нибудь дождь еще пойдет обязательно. Кстати, я смотрел прогноз погоды вот на воскресенье, там 70% дождя пока весь. В Шпильберге. Ну, слушай, в горах эта история вообще запросто. Там уже все меняется постоянно и непонятно, откуда тучка придет. Там и квалификационная, но там в целом вся неделя какая-то такая себе, как будто бы были дождь. И это же, опять же, у нас же хороший викинг со спринтом. А, да? Да. Отвратительный викинг со спринтом. Прекрасно, все замечательно. Отвратительный викинг со спринтом. Ну, ладно. Посмотрим. Обязательно? Впрочем, да, это, это получается, это получается у нас всего лишь одна тренировка. Это получается, что ни у кого не будет ничего получаться. Вот. Возможно, если еще и дождь, короче, сдается мне мы накануне грандиознейшего шухера. Но было бы неплохо. Очень неплохо. Посмотрим. В любом случае, все будет классно. Спасибо, друзья, что были с нами в эти коротенькие два часа. Обнимаем, целуем, приезжайте, посмотрите, присылайте. и лелеем. Обязательно ставьте лойсы, делайте репосты, вот, смотрите как можно чаще. Осуществляйте поддержку всеми доступными своих родственников. Вам способами, да. Спасибо, пока. Пока-пока. Это хороший, это подкаст. Все, пока. Пока. Потому что от многих слушателей пришли письма с просьбами об этом.